О, привет-привет, привет-привет, что это за фигня открыта у меня сейчас? Господи, какие-то награды Твич выдает, привет, а у меня вот такая огромная плашка, я даже не вижу, что вы мне что-то пишете, я думала, у никого нету. Так, давайте переходим, соответственно, к игре, я думаю, что все пришли, кто хочет. Мы сегодня с вами играем за Агату, где Агата? Подождите, я что-то потерялась, я просто параллельно. Сегодня еще и мейковерила всех, потому что я удалила некоторый CC-контент из игры, мне нужно было одеть всех, кто здесь потерял одежду в случае чего. Я параллельно тестировала сохранение, я еще строю нам в Глимир Бруке, и что-то я еще строила. Короче, я, если честно, даже сейчас, если честно, я только-только-только за несколько минут поняла, что мы за Агату будем играть, а не строить. В деревню в Глимир Бруке, поэтому, если что, я немножко вообще не в себе, я вообще потерялась. Так, что я хочу сказать, я всех детей-детей и родителей переодела. Кто подписан на телеграм-канал? Скорее всего, все. Уже видели вот этого друга, я его переобменовала, он все-таки нас Вилли Нотли, а не Чопра, потому что к чертовой матери нам фамилию из нашей жизни. Вот, вот такой вот он у нас, мы потом его поближе рассмотрим, он симпатяга. Я не стала отсюда уходить, здесь, собственно говоря, все на полянке, не стала отсюда уходить, просто потому что я хочу, как будто бы, знаете, немножко повеселиться. Мы в прошлый стрим, который был, как-то совсем, что-то, блин, господи, опять эти дела. Когда у нас группа вообще? Кто у нас в группе? Мы очень быстро закончили свадьбу, и мне как будто кажется, что нужно, ну, не знаю, посидеть перед костром. Ну вот давайте, по крайней мере, с людьми, с которыми мы здесь знакомы были, остальных подтягивать не обязательно. Там еще Клим Мороз где-то ходит. Я бы, вот, знаете, не знаю, вот я им даже вот тут поставила вот сериал систему. Все-таки сколько? 15-30? Давайте зафигачим гриль, давайте пообщаемся. Мы все-таки с ним, с ними здесь жили. Здесь жил очень долго Джон, и как будто хочется, ну, немножко отпраздновать со всеми этими людьми свадьбу, так как это как будто бы такое, ну, важное мероприятие в жизни каждого человека, вот. Вот, поэтому, тем более, женятся, условно говоря, два, как бы, постояльца, ну, короче, жильца этой общины, так или иначе. Вот, корова все еще грязная ходит, а, да, тут один жилец умер, один уехал. Короче, тут такие перипетии, но я думаю, что все-таки люди не последние, да, будет неплохо каким-то образом отметить. Ты что стоишь? Тебе нужно домашку делать? Скажи мне, пожалуйста. Домашку, наверное, надо. Давайте сделаем дополнительную домашку, просто чтобы его куда-нибудь припарковать. А так я хочу дать ему каких-нибудь заданий, чтобы он чем-нибудь полезным занимался. Слушайте, я подумала, что мне, наверное, стоит... Ты куда? А тут столы для кого? Я думаю, что мне, наверное, стоит... Нет, не взять порцию, а как же пригласить всех? Взять порцию вместе? А тут нет такого, да, пригласить? Ну, давайте взять порцию вместе. Нужно создать вот это какое-то древо, да? Как будто бы надо. Ну, типа, у меня есть древо 100 детей вот в этом новом приложении, которое, в новом сайте, который появился, который появился. Вот это полностью древо династии 100 детей. Наверное, мне стоит купить какую-то расширенную подписку для того, чтобы я могла еще дополнительно делать еще одну династию. Но здесь как будто бы стоит просто в силу того, что у нас будет дальше еще большое количество поколений. Вот здесь конкретно. Потому что мне понравилась история о том, что почему мне игра так подвисает. Мне понравилась тема с попытками заработка на разных вещах. Так, друзья мои, давайте немножко. Она немножко тупит. Сейчас я ее перезагружу, что-то произошло. В общем, мне очень сильно понравилась история с тем, что можно делать династию из персонажей, которые пытаются заработать деньги на каком-то ручном труде. И мне как будто хочется это опробовать. Я хочу дальше развивать Вилли. Я хочу посмотреть, куда он там дальше пойдет. У меня есть для него идейка. У меня есть для него прям тоже... Это будет тоже челлендж. Вот. И как будто бы будем сохранять вот эту историю. Вот так вот случайно, внезапно они у нас появились. Вот как-то так. Было бы неплохо, мне кажется. Вот, теперь игра плавно двигается. Все. Теперь можно нормально играть. Пустимся в Хэнфордские откровения. Ты давай идем разговаривать с... Не знаю. Со Скоттами. Владелец бара. Ты таких не знаешь. Вот можно с Климом, с Морозочем пообщаться. Романтично приставиться. Приставиться. Почему я говорю приставиться всегда как приставиться? Потом я вас всех соберу. Вот у вас тут мужская компашка. Можно вот... Вот. Обсуждать вкус еды. Можно еще с этим чуваком попасть. Давайте поболтаем. Давайте поболтаем. Ребенок вернулся. Я чую-то домашку сделал. А вот интересно, откуда он прибежал. Мне даже интересно больше не откуда он прибежал. А где он бросил свою... Ты серьезно? А где он бросил домашку-то? Он прибежал откуда-то отсюда. Ой, черепаха, здравствуйте. Подождите. Не ухаж... Ну, я хотела поговорить с вами. Ну, вот. Я хотела взять интервью у черепахи. Смотрите, как она тут. За ней нормально ухаживают. Ладно. Давай пригласим сюда играть в карты сы. Сменить игру. Не разбуди ламу. И я хочу поиграть. Там девочка есть. Там есть девочка. Я не знаю. Может быть, конечно же, молодая. Вот эта вот леди. Молодая. Ну, ладно. Что такое? Вы все пошли играть? А я еще с девушкой хотела посидеть. А у нас что, тут тихий семейный вечер нарисовался? Блин. Я опять забыла камеру уменьшить. Ничего, ничего не пропустили, ребят. Вы ничего не пропустили. А вы сядете девоньки играть-то? Нет? Нет? Девушки отказались играть. Зашла поздороваться. Женя, ты прекрасна. Не видно геймплей. Да! Ребят, честно. Я уже даже ну. Ну, я уже все. Правда. Я честно. Баб Женя, как всегда. Да. Я что-то перегрелась. У меня сочетание... Ты моя зай... Ты моя булонька. Здравствуйте. Здравствуйте. Блин, они так мило бегают. Я не могу. Почему так мило бегают? У меня сочетание какого-то небольшого своего творческого выгорания вместе с жизненным выгоранием с осенью докладывает на меня состояние, когда я просто амебка. Вот. Поэтому извините, пожалуйста. Блин, они вообще такая прикольная семья. Давайте вот как-то уделим им время. И я должна это сказать, что они такие все прикольные. Мне как будто кажется, что они хорошо смотрятся. Девочка, конечно, не знаешь, в семье. В семье. В семье. Но она тоже хорошо смотрится. Не знаю. Может быть, как-то мы их там потом... Я подумаю над этим. Просто пока... А сколько тебе, кстати, до взрослого состояния? Он же только недавно повзрослел. Ему там еще вообще как бы губишку-то не раскачешь. Десять дней. За десять дней я боюсь, эта женщина превратится прямо уже в женщину. А мы вот там прямо еще просто под столом бегаем. Ладно. Но они в целом все... Они, во-первых, все в одной цветовой гамме сделаны. Это вот просто еще один мой загон, закос. Знаете, в чем проблема моих персонажей? В том, что я всегда делаю персонажей в одной цветовой гамме. И часто цветовая гамма плюс-минус совпадает. Поэтому получается, что... Сразу видно, да, что я их мейковерила. Но Агата, Джон и Вилли все очень похожи по цвету. И поэтому у меня все персонажи кажутся одинаковыми. Но, знаешь, они как семья прекрасно друг с другом гармонируют. Они одинаковые. И при этом разные. Но просто, блин. Это моя проблема. Потому что я люблю очень коричневый, зеленый и всякие вот такие оттенки. Вообще, мне вот не нравится сидеть в кассе. Я вот тут своих персонажей готовила для вот этого сохранения. и поняла, что я, ну... Я просто реально просидела минут 30. Пока я всех переодела, добавила там, накинула антуража. Все, пойдемте все домой, ребят. Я устала. Уже вечер. Все разбрелись. Девочку отпускаю. Девушку, точнее. Пойдем домой. Вот, я просидела 30 минут. И я такая... Боже мой. Выпустите меня отсюда. Я не люблю. Я не люблю делать с персонажей. Вот это не моя медитация. Моя медитация это стройка. А вот это нет. Так, подождите. У нас теперь Джон с вами. Я ему сижу триндюблин. Джон, здравствуйте. Я его тоже приодела. Там чуть-чуть буквально поправила. Что-то есть подозрение, что человек вообще не в восторге от того, что он у нас в семье. Добро пожаловать в этот хаос. Значит так, нам нужно раздать всем задание. Смотрите, Вилли. Вилли у нас, скорее всего, ему нужно просто прокачивать навыки, чтобы подготовим. Так как мы сейчас играем, у нас по факту уже нет никакой цели. Мы просто с вами, условно говоря, расслабляемся. Вилли мы будем плюс-минус готовить под следующий летсплей. То есть нам нужно просто вырастить адекватного человека по возможности. С учетом его черт характера, он любопытный, чудаковатый, высокая самооценка, идеально малое расположение к себе. Немножко вот такое, чуть-чуть, да? Поэтому давайте школу неплохо закончим. Посмотрим, что он по жизненным целям. Может быть, вы мне что-нибудь подскажете? Как вы думаете, стоит ли нам какую-нибудь жизненную цель дополнительно пройти? Там просто в Коппердейл нужно будет ездить для школьных жизненных целей. Не очень сильно хочется. Но как бы, ну короче, вот. Посмотрим. Если у вас есть какие-то предложения, то давайте. Далее, Джон. Джон, у нас что? Скоро потеря друга. Кто-то помер. Лама сегодня поплачет. Прогрош в игре не разбуди ламу. Я думаю, Джон у нас будет заниматься садом. Садом, огородом и вообще вот всем вот этим добром. Джон, это теперь твоя забота. Он не хочет есть, не хочет спать. Да, вот это вот цацо, да, прекрасная. Она теперь на твоих плечах. Поэтому отдаем все лакомство, которое только есть Джону. Джон, по-мужски разберись, пожалуйста, с беляшом. Отдаем. Нам еще надо будет лакомство дополнительно сделать, да? Ладно, пока это оставим у Агаты. Значит так, Джон, нам нужно вот это добро. Вот это вот чудо. Да кто орет? Да что такое? Ну что такое? В правом мухе у меня орет. Ой, я, кстати, тоже свитерочек надела. Шерифа. Вы посмотрите, какая булонька. Мне кажется, что он вообще милаш, что выглядит. Конечно же, естественно, в зеленом цвете. Естественно, в зеленом цвете. Вот, так что он тоже теперь зайка. Вот это как будто другая. Ну, нужно вот какой-то другой аутфит подобрать. Что нам с ним нужно делать? Нужно помыть. Нужно подстричь. Нужно наладить контакты. Да? Общаться. Давайте. О-о-о-о! Подождите. Давайте мы будем стричь. Сейчас. Стойте, стойте. Сейчас я всем все вам покажу. Потом расскажу. И потом прочитаю все ваши сообщения. Так, Агата, мы садимся вязать изделия. Ты же у нас все-таки повелительница вязания. Или кого, чего, куда? Садись. Белые осьминоги сами себя не свяжут. Какой ты кол... А где белые осьминоги? Белые осьминоги. Сразу давай несколько штук. Потому что пока она у нас более-менее прокачанная женщина и особо спать не хочет, пусть садится вязать на продажу. Потому что нам нужно накопить в целом вилли на стартовый капитал. Поэтому ты садишься вязать. Теперь Джон. У Джона есть определенная черта характера. Он любит животных. И это максимально идеально. Спасибо вам за это, кто создавал Джона. Он прекрасно будет гладить, во-первых. А во-вторых, у него будут абсолютно новые. Типа взаимодействия. Это супер мило. Водушевленно гладить, задушить любовью и показать танцевальные движения. Это так мило. Задушить любовью это очень мило. Давайте посмотрим, как они душат любовью. Так, помыть, потом помоем. Давай сначала задушим любовью. Слушайте, как будто вот они... Два мужчины друг к другу найдут общий язык, как будто. Ну, ты тут вот с этим тоже придется пообщаться. Подожди, это как-то не душение любовью. Душение любовью восхититься. Давай. Общаться. Давай души любовью, там какая-то другая анимация должна быть. Короче, смотрят друг на друга. Я надеюсь, они будут хорошо вместе. А, он восхищается ламой тогда? А что так молча-то восхищаешься? Так, даем дружеское лакомство. А, угу. Да, я поняла. Обменять на... Да, надо обменять его на что-нибудь. Тогда ладно, тогда моем. Стрижем. Идем. Чистить хлев. Нужно ли что-то делать с хлевом? Нет. Косить бурьян? Тоже нет. По растениям? Тут все хорошо. Джон, подожди, это мне... А, пчелы. Пчелы. Вот, пойдет пчел. В общем, Джон тогда у нас занимается садом, огородом, раз он любит животных. Агата вяжет, ребенок просто пытается вырасти, да, в нормального человека по возможности. Далее. Где овцы? Есть вопрос. Это окончание наших отношений? Или, ну, как-то это все? Ну, типа... А где... Как вы овцы овцы найти? Они все, они больше не принадлежат мне, да, я так понимаю? А, вот. Зеленая овца. Ага. Ну, да, там же, где и всегда. Там же, где и всегда. Джон, позвать Грэнни Смит. Действие. Они все спят. Не-не-не, иди-ка сюда. Позвать, забрать козочек и овечек. Забираем обеих. Пойдем запрем их там, потому что они задолбали. Мне нужна шерсть. Они один хрен не помогают с домом, с вот этими вот сорняками. Вот, вот, вообще никак. Так, поэтому несем их сюда, разместить животное. Обеих размещаем. И закрываем для всех карликовые овечки. Все. Овцы запаркованы. Порядок наведен. Сейчас еще с пчелами пообщаемся. Все. Восхититься Хеллбой, забрать козочек. Как тебя помыть? Уход. Помыть одну. Уход. Помыть другую. А, можно помыть всех карликовых козочек. Истрижем за шерсть. Одну и вторую. Тоже мне, блин. Источники моих нервов. А не шерсти. А потом идем вот сюда. Собираем пчелиный воск. Собираем мед. И, кстати, вот здесь можно будет продать мед, потревожить, подружиться с пчелами. Здесь ты нельзя выполнять в костюме. Блин, надо приснять костюм. Хочу, чтобы пчелы приносили подарки. Вот. Раз уж у нас появился Джон, у меня появилась еще одна пара вакантных рук, которые могу занять. Я собираюсь эксплуатировать его по полной программе. Ну что, друзья мои, товарищи. Вы заперты здесь. Теперь вы у нас исключительно ради шерсти. Тут есть действие. Блин, где же там было дела? Попросить не помогать в огороде. Они без брось моих не помогают мне в огороде. Только бегают. Все, источники шерсти, шерсти-генераторы закрыты. Здесь у них все есть. Здесь мы разобрались. Идем дружиться с пчелами. Нам нужно хорошо найти с ними общий контакт, чтобы они нам приносили подарки. Поэтому, Джон, прошу прощения, соболезную, но ты у нас будешь растерзан пчелами. Отдан на растерзание. Так, и мне нужно купить школьники-задачники. Он же похерил свой. А, нет, не похерил. Прикиньте, он его забрал. У вас бывает такое, что только что сидел на работе, уже какое-то время не на работе. Сознайся, что это только через какое-то время. Да, просто однозначно да. Потому что, ну, мозг же нужно перезагрузить, мозг. У меня такое очень много было. Раз, особенно, когда я была, работала в лаборатории. О, ты просто такой приходишь. Вот, знаешь, вот эти приколы, когда ребенок утром надевает колготы и сидит на кровати вот так и спит. А ты снимаешь брюки и сидишь вот так вот после работы. Вот, у меня такое часто было, потому что мозгу нужно было просто время на то, чтобы перезагрузиться. А я сейчас еще к тому же работаю вообще из дома. У меня иногда мозг вообще ломается прям сильно. Я вообще не понимаю, что происходит. Да что ты орешь? Что ты орешь? Где ты? Ё-моё. Что ты хочешь? Скажешь мне. Отчитать за пробуждение. Давай мы ему ставим люлей. А что тебе не нравится-то? Блин, там овцы орут. Я прям слышу, орет овца. Что с тобой случилось? Отчитать за пробуждение, дать лакомство, играть, предложить, узнать лучше. Хорошо. Хвалить. Господи, я сейчас залюблю кота просто до посинения. Я домой лечу на крыльях свободы. Ой, это так хорошо, когда есть такая возможность в плане, что мозг не настолько перегружен, что ты просто вообще не соображаешь. Потеря друга. Кого же мы потеряли? Укус пчелы. Ну что поделаешь? Что у нас тут новое есть? Женитьба. Я рада, что ты счастлив по этому поводу. Не всегда выдается такая возможность. Помолвка. Свежевоздух. Животное связь. Черта характера, любовь к животным. Он чувствует себя намного лучше после общения с животными. Дорогой мой, тебе придется общаться с животными просто 24 на 7. Так что я очень сильно надеюсь, что ты будешь счастлив. Очень возбужденный. Не надо такое. Я хотела, знаете, что посмотреть? Объятие с облаком. Объятие с ламой. Имея черту характера, любовь к животным. Подожди. Джон ощущает... Да подожди ты. Джон ощущает себя на седьмом небе от счастья, когда обнимает ламу. Я тут тоже обнимала ламу. И я могу полностью разделить восторг Джона, потому что это прекрасно. Это невероятно. Особенно, когда это еще альпачонок. Маленький и мягенький. Он прям пушистый. И мне, правда, приходилось его догонять, чтобы потискать. Но я так очень аккуратно. Очень аккуратно. Это невероятно. Это невероятное такое чувство мягкой пушистой ламы. Агат, как дела? Что нам еще нужно сделать? Лиса бегает. Ну, яйца у нас нет. Слушайте. У нас как будто даже жопа не полыхает, да? Серьезно? Ой, это мы что? Это мы сможем заняться выполнением заданий? Ничего себе! Ничего себе! Ходит, смотрите, смотрите, ходит. Ходит и грустит. Смотрите как. Так, Агата вязает последний и может ложиться спать. Кот просто орет. Еда есть у кота? Еда у кота есть. Все нормально. Агата тоже спать. Надо Виле поставить копилочку. А я думаю, что... Виля, ты чего? Совсем свистанула, что ли? Ты куда? Ты чего? Ты чего не спишь? Что-то случилось? А я не думаю, что ему нужно прям копить. Ему просто родители денег дадут. И он, ну, купит себе там то, что нужно. Вот. Потому что я не думаю, что он будет прям зарабатывать деньги. Хотя, если честно, если честно, можно отправить его на какую-нибудь подработку. Ой, а давайте, знаете... Он до сих пор в скаутах. Подождите, а у подростков скаут тоже есть? Да ладно! Подождите. А я думала, скауты закончатся на стадии ребенка. Я думала, что тема со скаутами заканчивается, когда ребенок взрослеет. Потому что мне казалось, что скаутами могут быть только дети младшего возраста. Но если он может быть и скаутом... Ой, я тогда сейчас все закрою. А я еще расстраивалась, что она... Что он не может закрыть всю эту историю. Не все ачивки посмотрели. Это же я теперь нашла ему занятие. Я просто хотела записать ему в какой-нибудь клуб. Типа шахматный. Но, видимо, даже не нужно никуда его записывать. Он скаутом будет... Скаутством будет заниматься. Супер! Я очень рада. Что такое с тобой случилось? А, здравствуйте. Здрасте. Забор покрасьте. Ой, я не знаю, кого мы отправим разбираться с этими... С этими монстрами Джона. Он более договороспособный как будто. А где третий? А где третий? А кто-нибудь видит третьего гнома? А вон зайчик. Зайчику точно морковный перу... Нет. Блин. Опять год прошел. А я опять попадаю в те же самые... Даже больше года прошло. Два года прошло с первого нашего... Или год. С первого нашего такого дня, когда Агата в Винденбурге страдала над этим. Я опять забыла. Я опять забыла. Что у нас с ачивками? С ачивками у нас все в целом неплохо. Мы тут можем получить ачивку за общительность и получить ачивку за добрые дела. Я так понимаю, что ты выбиваешь все действия, которые нужно выбить, а потом получаешь ачивку. Ну, то есть отдельно. Давайте глянем. Я вот что-то забыла. Все, у тебя получилось повышение карьеры. Вилли получает повышение должности скаут уровня единорог. Подождите, мне нужно прочитать. Джон, это не то. Агата, кто звонит? До свидания. Кстати, мне в прошлом стриме научили, как выключать звук у телефона. Лучшее действие. Так, успокоить гнома, по-моему, ему нужно кофе. Вот это. Пирог. Успокоить гнома, тоже кофе. Джон, дай сохраню тебя. Будет неловко, если мы выйдем замуж и тут же станем вдовой. Наверное. Ну, ладно. Я сохранила игру, если что. На всякий случай. Мне кажется, или игру не слышно? Или у меня опять что-то сломалось? Подождите. Я все поломала, походу, да? А теперь слышно? Так, всегда буду тебя любить. Никто меня не любит. Никто никогда не полюбит. Я всегда буду тебя любить. По показателю сочувствия, контроль над эмоциями. Я забыла включить, что ли, звук? Я сегодня вообще все поломала. Поломала полностью стрим. Стрим. Поломала. Все. Наташа с вами все уронили. Да ты, ну, прости, по-братски. Я и так все сломала. Гном, пожалуйста. Хоть ты сжалься. А тебе? Успокоить гнома. Я тебе, кажется, давала кофе. Кажется, ему нужен кофе. Так. У Вилли повышение до единорога. У него бронзовый кубок. И ничего. Сейчас его опять шарахнет током. Сейчас током шарахнет, да? Что вы видите? Пожалуйста. Только не бей, только не бей, только не бей. Только не бей. Только не бей. Блин, так и умереть можно. Дома не сводит глаз. Разозлившийся гном. Вот так гномы. Джон вызывает гнев гномов и теперь очень нервничает. А что это? Вот скоро мы, кажется, будем скорбеть насчет того, что ты помер. Счастье гнома, счастье дому. Да ладно. Да что тебе не нравится-то? Ну ты чего? Ну, сжалься. Да он же убьет его. А как? Ну, хорошо. Я про... Прости. А что ты хочешь? Блин, не хочу пнуть гнома. Да прости. Ну, ты сжалься. Чего ты какой-то, блин, экс-гипис... Сейчас он опять его шарахнет током. Блять. Да пошел ты в жопу. Ну и пошел ты нахрен. Я просила прощения пять раз. Это на пять раз больше, чем я обычно делаю. Пошел в задницу. Все. Джон, извини, пожалуйста, я подвергла твою жизнь опасности. Пойдем поедим чего-нибудь и пойдем займемся важными делами. Голому игрушку нужно. Голову по жопе по голой дать нужно. Нахер из багажа и продать. А семена кто даст? Боженька подаст. Мы сами себе семена купим. Пошел в жопу. Все, давайте свои семена. Я буду вас передвигать. Вы мне еще денег подкиньте за это. Все, Джон жив. Я просто переживала, что он умрет. Так, здесь все сделано. Так, что у нас по... Хочу посмотреть по прогрессу. И плюс хочу сделать дополнительное домашнее задание. У нас четверг. А почему ты не в школе? А, 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 ой, а, ой, а, ой, а почему ты в школу-то не ушел? Ой, блин, ой, блин. Он хорошист, но сейчас я чувствую, что уменьшится как-то процент нашей успеваемости. Джон, Джон, нет. Джон, ты неправильно меня понял. Пойдем. Нам нужно кормить беляша и нужно налаживать с ним отношения. А еще нужно будет скосить бурьян и посмотреть, что мы в бурьяне сможем найти. Как у вас... Где вы? Опять куда-то исчезли. Где вы? Ё-моё. В каком-то стриме я все гонялась за овцами. Теперь я гоняюсь за вот этими друзьями. Постоянно кого-то догоняю. Может, стоит сделать отдельную комнату, он уже большой. А проблема в том, что я не хочу дом перестраивать. Я очень сильно не хочу перестраивать дом. В таком случае нужно куда-то именно переезжать, как будто бы. Да? Чтобы прямо у него была отдельная комната. Так, давайте знакомиться. Мне кажется, Вилли точно не хватает друзей. Прекрасно. Нужно, чтобы он познакомился. И, надеюсь, он кого-нибудь приведет. Ему нужны друзья. Надо переезжать тогда. А я так не хочу переезжать. Потому что я... В принципе, я представляю, куда мы бы могли переехать. В большую тыквенную ферму можно переехать. Но так не хочется. Как будто бы, да? Не совсем как бы приватная территория, да, у него. Но с другой стороны. С другой стороны. Но это деревенская жизнь. Я прошу прощения. А вы что хотели? Не на полу спиши на том спасибо. Какой-то такой маленький деревенский дом. Стипендий. А мы в универ пойдем? Наверное, нет. Наверное, нет. Он будет у нас простой работяга. Видели тоже. Будет все своими трудами добиваться. Покупать себе все своим трудом. Поэтому нет. Наверное, нет. Песье. Винни. О, Винни. Так, а я прошу прощения. Когда вы придете к нам помогать? Он, по-моему, что-то в 12 приходит помогать. Я все жду. Агата. Агата помылась. И стоит. Балду пинает. Агат, ты зависла, что ли? Давай, иди стирай. Нам нужно продолжать. Продолжать вязать. Так, что у нас по шерсти? Что у нас по шерсти? Что у нас по конкурсу? Что у нас по конкурсу? Подождите. Когда у нас конкурс? День навыка. Фестиваль юности. А когда у нас в субботу конкурс? Финчерская ярмарка. Ярмарка садоводов. Конкурс садоводов. Конкурс пирогов. Уникальный товар. О, мы, получается, в Хэнфорде уже год живем с вами. Мы, когда переехали в первый день, был конкурс пирогов. И так как, я подозреваю, у нас зациклено, прошел целый год. Офигеть. Просто офигеть. Я очень рада. Блин, прикольно. У нас конкурс, получается, пирогов. Конкурс крупных культур. У нас есть крупные культуры. За что нам денежки дали? Это просто потому, что я такая красивая. Выкини, пожалуйста, испорченную эту. И давай глянем. У нас большие культуры. Вон, в холодильнике ждут. Маленькая тыква. Качество потрясающее. А вот, интересно, такую маленькую можно? И вот есть большая, идеальная и потрясающая. Средних размеров тыква. Ну, окей. Пирог мы приготовим. Все, Агата, ты можешь идти вязать. Джон запустится постройку. Друзья мои. Они тоже хотят погреться. Так, продолжить проект. Нам нужно побольше осьминогов, чтобы как раз продать. Это у нас, подождите, что? Это у нас четверг. Значит, в субботу мы отправляемся. Джон будет у нас, значит, заниматься финишерской ярмаркой. А мы с Агатой будем продавать. Джон, после душа ты, пожалуйста, отправляешься. Знаешь, куда? Ой. Я прошу прощения. Ой. Да денег не жалко. Просто вы там как, друзья мои? Вот можно собрать рой. Пойдем собирать рой. Нет. Давай сначала... Почему? Почему собрать рой идет вперед? Перед стиралкой. Это что, она гораздо важнее, что ли? И первый раз вижу, чтобы молния била именно в улей. Это офигеть. Так, Жень, ты обновила игру? У меня просто вот последняя обнова игры тупит как тварь просто. Нет, я не обновляла игру. Нет. No. No. Не за что. Пока не выйдет новое дополнение. И пока я его не скачаю. А это может случиться совсем не так же быстро, как оно выйдет. Я не буду обновлять игру, потому что нахер надо. Мне сейчас нужен мод Tool и Butterfield Buy для стройки. Мы же с вами на следующей неделе строим. Я вообще каждый день практически строю. И если оно поломается, я, ну, типа, не вывезу. Я не могу даже три дня без этого мода жить. Поэтому нет. Вот пока мод не пофиксят, я не обновляю игру. Так, и вот теперь можно приласкать, отправить за подарком. Пчелки отправляются за подарком. Летите, пчелы! Принесите мне подарок. Сейчас они нам что-нибудь принесут. Ты как тут у нас вообще? Ты нам шерсти дашь? Да, шерсти даст. Так, мы надо его помыть, наверное. И стричь. Здесь у нас что? Хлев чистый. Я хотела еще бурьян скосить. Скосить весь бурьян. Во, подарочек пришел. Подарочек, подарочек. Овощи для новичков. Тоже семена. Блин, какие же они классные. Блин, с пчелами так приятно дружить. Так, здесь же он что-то наделал. Арбуз. Маленький арбуз. Качество потрясающее. Откуда у тебя маленький арбуз? У кого ты спер арбуз? Скажи мне, пожалуйста. А если просто в этой комнате, где он сейчас, стены сделать? Можно в целом? Вас так триггерит, что он спит, получается, не в приватной территории? Мне кажется, что можно и забить. Ну, я сейчас не буду это делать. Могу сделать это потом за кадром. Вообще без проблем. Мне как-то, я не знаю. Я обычно душная до посиняния. А сейчас мне как-то вообще, знаете, все равно. Не знаю, почему я как-то суперспокойно. Потому что это деревенская жизнь, а в деревне, как обычно, вот так все. Все спят в одной комнате. Ты хоть с кем-нибудь новым познакомился? Так, Синди. Подросток. Вот эта девочка, с которой она резко повзрослела у нас в доме. В прошлой серии. Вот с ней мы можем пообщаться. Кристина, взрослая. Все тоже. О, отпад. Подросток. О, девочка. Саймона можно скрыть. Окей. Я просто к тому, что у него нет друзей. И мне как-то грустно из-за этого. А общаться только со взрослыми людьми, ну, это такое себе. Нужно же как-то на будущее. Какие-то связи. Ну, он же войдет во взрослую жизнь. И у него должны быть какие-то друзья. А как бы самое время этими друзьями прямо сейчас обзаводиться, как мне кажется. Так, что за истерика? Откуда истерика? Что случилось? Ну, подумаешь, шарахнуло несколько раз тебя током. Откуда истерика-то? Что такое? Ты нашел что-нибудь интересное? Бурьян. Сено из бурьяна. Блин, я бы хотела найти какую-нибудь бутылку красивую. Или какой-нибудь вот коньброзию. Да, чтобы она размахивает, надеюсь, не над головой укос. Кстати, давайте мы их помоем и подстрижем. Я их обычно мою, потому что шерсть будет лучшего качества. Я не знаю, мне кажется, что это логично. Но может быть, я просто туплю и это бессмысленно делать. Но я их обычно мою перед тем, как стричь. Более доверительное отношение с красной овцой мне нужно построить. Я прошу прощения. Красная овца, вы вообще попутали последние рамсы. Вообще, вы, 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 мне, вот, понимаешь, я захожу в загон, и ты должна просто вот так избрасывать всю шерсть. Потому что вы настолько отвратительно себя ведете, что я даже не знаю, как на вас управу найти. Вы провинились. И в знак своего, так сказать, доброжелательства ко мне, вы должны просто сами сбрасывать шерсть, а не выкобениваться. Извините, недостаточно хорошие отношения, чтобы я отдала вам свою шерстку. Ну, иди сюда. Пассивная агрессия овечья. Пассивная агрессивная овечья агрессия. Теперь это электропчелы. Пусть спит, как спит. Он еще маленький, по сути, деревенский парень. Нахренай ему отдельная комната. Ну, он, я не знаю, он, скорее всего, смотрите, Агате осталась до пожилого возраста 12 дней. Барту 12 дней. Этому 9 дней до взросления, до молодого. Вот, я думаю, что мы буквально до пожилых лет Агаты и Барта поиграем, и все. Ну, типа, и он уже будет, получается, молодой, и прям соберет манаточки, и уедет дальше покорять большой город. Вот, поэтому в целом, как будто можно это пережить, действительно. Ты его в Сан-Мишуна переселишь? Нет, 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 нет. А надо рассказывать вам, что мы с Вилли будем делать? Вам интересно? Или рассказывать? Или не рассказывать? Просто я вам столько всего анонсирую. Скорее всего, к тому моменту, когда мы до этого дойдем, вы уже забудете. Потому что мы сейчас, получается, будем играть за Женю и чуть-чуть за Агату. Потом у меня будет за Женю новый челлендж очень долго. И к Вилли мы вернемся приблизительно в то же время, когда мы вернемся к ребенку Жени. К вот этому, который на сексиме. Так что я могу вам рассказать, какие у меня планы на Вилли. Но имейте в виду, что это может быть реально через полгода. Ну, типа, не меньше. Просто потому, что помимо игровых роликов... Ё-моё, это в Барте опять шарахнуло, Жена? Нет. Помимо игровых роликов, у меня еще и какое-то количество строительных. И не только строительных. Поэтому, как бы, реально может растянуться очень надолго. Если бы я могла выпускать ролики каждый день, конечно, было бы побыстрее. На самом деле, будет вообще не скоро. Честно, не скоро. Так, я хочу, знаете, что я хочу украсить дом. Почему бы и нет? Я хочу вот эту штуку для украшения дома. Мне очень сильно нравится все это с украшениями. Подождите. Выбрать праздничное украшение. Мне нужно для изгородя. Я хочу вот эти штучки. Мне так нравятся. Возьму. Возьму. Кстати, тут цветы еще есть. Так, наверное, продать все. Продать львиный зевь. Они нам не нужны. Мы не собираемся чем-то заниматься таким. Просто растут. Чтобы были. Друг пришел погреться. Вообще-то, заходи. Не стесняйся. Ты можешь располагаться, как тебе угодно. Пожалуйста. Ты помогаешь настолько сильно, что ты можешь просто... Наш дом, твой дом. Вообще, пожалуйста, заходи. Не стесняйся. А мы пока попросим Джона приготовить нам индейку на праздничный ужин. А что это за ублюдские штуки? На фундаментах. О, подожди. Выбрать праздничное украшение? Украсить фундамент? Это что за... Фу, они некрасивые. Мне они не нравятся. Вы какая ужасная. Давайте тоже лампочки повесим. Хотим спойлер. Я не против, но решать сама. Ходим с лозунгом. Скорее всего, забуду спойлер уже к концу недели. Возможно. Я хочу, чтобы Вилли вернулся в Виллоу Крик. Ой, в Виллоу Крик. В Винденбург. Откуда его мама. И, скорее всего, он сам. О, здравствуй. Ты вернулся? Что такое сирознегиренный? Со мной не все в порядке. Перепад настроений. Так иди в душ. В овцу херанула. Она реально хеллбой. Ей просто пофигу. Она просто прикурила и ушла. Офигеть. Вы это видели? Она прям реально рядом с овцой херанула. В общем, он вернется в Винденбург. Будет там открывать свою пекарню. Потому что я не проходила челлендж моей пекарни. И мне кажется, это прикольно. Возможно, он научится с такому какому-то рукоделию у своей мамы. Ну, то, что мама очень рукодельная. Точнее, приемная мама, приемный папа у него очень рукодельный. И он вернется в Винденбург. Тем более, Винденбург, как в моем мире, Хайнфорд-Унбегли, это пригород Винденбурга. И поэтому не очень далеко уехал. Просто в большой город. Недалеко от мамы с папой. Не сильно далеко. И откроет там свою небольшую пекарню. И мы там будем с ним страдать над пекарней. Поэтому я хочу просто ему прокачать более-менее нормальные навыки. Чтобы он был нормальным человеком. Но у него очень интересная, как бы сама вот эта любопытная, чудаковатая. Мне очень нравится сочетание таких странных черт характера. И поэтому как будто бы интересно было бы. Посмотрим, конечно, как жизнь будет развиваться. Но я думаю, что за время жизни... У меня не стоит каких-то модов непонятных. То есть за время жизни его здесь в деревне, он просто повзрослеть. И я не думаю, что должно что-то дико измениться. Чтобы прям перевернуло вообще с ног на голову. Наконец-то попал на ваш стрим. Здравствуйте. Заходите, располагайтесь. Вроде бы я закончила тупи, так что дальше должно быть интересно. Нет, не надо бить подушку. Не надо бить подушку. Что бы сделать, чтобы он перестал психовать? Постоянно ощущать безотчетную ярость. Наверное, надо как-то себя успокоить, да? Попробовать успокоиться. Не надо бить под игрушку. Игрушка вообще ни в чем не виновата. Пойдем. Может быть, кстати, можно вот в гости кого-нибудь пригласить. Вот есть какая-то... Вот девушка есть. Вот еще девушка есть. Вот еще девушка есть. Давайте мы пригласим девушку, может быть. Вот это кто-то вот интересный. Вот с ней мы общались. Хорошие у них соотношения. Давай, приходи в гости, пообщаемся. Я, правда, не знаю, где здесь. У нас особо не так, чтобы много места. Но если даже закончится, то можно будет вот здесь посидеть. Не надо никого бить, когда ты в плохом настроении. Агата? Я уверена, что ты не хочешь ни есть, ни спать. Кот опять заболел? Ты опять заболел? Баловать на диване? Я читаю, болевать на диване. Я прошу прощения. Давай побалую тебя на диване, господи. Ты моя зайка, ты моя булка. Им так нравится, когда они под диван и подлезают. Давай, погладим тебя. И Агата возвращается к вязанию. Собственно говоря, она теперь может особо и не париться, и постоянно вязать, расчесывать. Ну что, ты там ожил? Нет? Успокоился? А как он будет писать, если тут сидит? Ой, ну ты сейчас точно получишь, Пайт. Джон, ты сейчас вот, ты сейчас выбесишь мне ребенка. Где-то у меня еще зеркало было, вот здесь. Ты сейчас выбесишь ребенка, и ребенок точно, ну, начнет как-нибудь орать в своем подростковом угаре. Уже представляю, какой он шпионит за покупателями. А вот мне интересно. Мне нужно что-нибудь интересное придумать. Идеи нужно настояться дать. Вот вместе эта идея, и как бы пока что мы вот играем за Агату. Ну, мне кажется, что мы с вами играем за Агату, потому что просто и все еще играем за Агату. Потому что в целом, в целом, можно уже за Агату-то и не играть. Ну, мы сделали все, что хотели. Мы просто чисто посидеть, поиграть. Уютненько, условно говоря. Есть у меня вот эта идея с тем, чтобы сделать его вот пекарем, да, чтобы у него была своя прикарня. Но я похожу, подумаю, возможно, мне придет еще в голову какая-нибудь идейка интересная. Может, и не придет. И посмотрим, как это будет. Блин, такое семейство, конечно. Вот подросток со своими подростковыми вот этими вот приколами, с перепадами настроения. Агата, которая кота няшкает на диване. Джон. Джон, мне кажется, все еще не понимает, что происходит. Мне кажется, Джон все еще такой... Мама миа. Жил один в небольшой хибаре с коровой, за которой он, походу, и не ухаживал. А теперь, простите, он вообще в какой-то большой семье живет. Так, Синни скоро придет. Надеюсь, что она сможет дойти, потому что здесь какая-то жуткая жуть. О, здравствуй. Ты, конечно, так одета прекрасно. Видимо, тебя тоже надо будет переодеть немножко. Потому что, раз уж мы будем дальше общаться, нужно, чтобы тоже красивая была. Джон, Джон. Джон, Джон, Джон. Джон, Джон, Джон. Чем бы... Друзья мои, что ж вы ничего не делаете? Джон, пойдем пчелу отправим за подарком. Здесь у нас ничего не нужно делать. Здесь у нас уход. Мы все постригли всех. Здесь у нас красота, чистота. Вот тут нам помог наш друг. Подождите, это что такое? Это нам что, совсем делать даже ничего не надо? Это нам что, совсем делать даже ничего не надо? Джон, не хочешь начать карьеру? Может, ты хочешь начать карьеру, Джон? Давайте мы ему дадим какое-нибудь задание. А где пчелы-то? Арой? Арой пчел-то? Алло, ты чего? Подожди. Кот шипит на этих, на овец. Смотрите. Ему не нравятся овцы. Шериф, я так тебя понимаю. Мне они тоже не нравятся. Они ведут себя абсолютно отвратительно. Можешь даже куснуть одну за лапу, если хочешь. За пушистую. Если тебе прям так, ну, будет легче. Я санкционирую подобное мероприятие. Надеюсь, не в кота ударила. Так, отправляем за подарком. Я бы, знаете, ему какую-нибудь местную карьеру нашла, типа рыбака. Знаете, ну вот что-нибудь такое. Почему бы и нет? Деньги лишними не будут. Так, это сидит, флиртует, фильтрует. Агат, никаких компов. Умоляю. Вязать. У нас скоро ярмарка опять. Нам нужно опять распродажу устраивать. Все, что умеет Агата делать, это вязать. Поэтому, Агат, не останавливаемся. Кот просто бегает по дому и просто орет. Кстати, давайте, может, мы... Открытка Lunar Lakes. Подарок можно найти в багаже персонажа. Ага. А, это пчелы принесли. Спасибо. Благодарю. Пчелы метнулись за открыткой. Знаете, может быть, мы что свяжем? Где женщина? Где девушка наша? Мы с ней болтали. Боже мой, опять... Сейчас, я найду ему работу. Работа, работа. Садовод. Садовод. Вот кто делает садовод? И все хорошим садоводом теперь даже сможете заработать на этом. Все миллионы. У нас не очень хорошее садоводство. Спортсмен, художник, эколог, юрист. Я хочу как рыболов. Расслабляйтесь у кромки воды. Ну, так себе расслабление. Какие у нас варианты есть? Ночь или раннее утро? 33 симулиона в час. Джон, теперь ты рыболов. Я тебя поздравляю. Хотел ты этого или нет? Я не знаю, что ты будешь дальше с этим делать. Джон, ты можешь пойти начать читать книжки по рыбной ловле. Тебе же надо? А, зачем даже читать? Нет, все. Я передумала. Я передумала. Хотела сказать, зачем читать книжки по рыбной ловле, если можно пойти порыбачить. Но потом погода мне точно очень мягко намекнула, что нет. Так, купить книги мне нужны по навыку. Том первый. Давай, читай книгу о рыбалке. Харистоматийный такой батя читает книгу о рыбалке. Так, ты. У нас тут девушка намечалась, да? Девушка намечалась. Девушку надо переодеть. Она очень ярко одета. Слишком ярко и слишком странно. Давайте посмотрим, что у нас здесь по ачивкам. О, гражданская ответственность. Сейчас получим ачивку. У нас нужно что-то, прогресс получения ачивок. Я хочу посмотреть, какой у нас прогресс, что нам нужно делать. Потому что, возможно, мы сможем сейчас еще на ачивку себе разговаривать с этой девушкой. Вы посмотрите, какая семейная идиллия. Вы просто посмотрите, какая семейная идиллия. Здесь одна вяжет. Этот диван там, походу, дерет. Вот эту книжку про рыбную ловлю читает. Вот этот, друг. Вообще спасибо большое за осеннюю атмосферу. Просто мое настроение, когда всегда. Просто эта девушка какой-то флиртует. Джон познал жизнь. Так, мастерство. Чтобы получить нашивку, мастерите подделки. Делайте рисунки или рисуйте картины. В форме. Чтобы получить нашивку, танцуйте или выполняйте физические упражнения. Гражданская ответственность. Мы, кстати, выполняете действия по уборке и ремонту. Мы в какой-то момент успели это все выполнить. Благотворительность. Дарить подарки или воспользовавшись почтовым ящиком. Блин, пожертвует натуралист. Занимитесь рыбной ловлей и лягушками. Грилей на свежем воздухе. Юный ученый. Компьютерами программируйте на компе. Что мы можем сделать? Девушка нам для того, что нужно сделать, не нужна. Нам нужно рисовать, нам нужно программировать и нам нужно пожарить гриль. Пойдем пожарим гриль. Гриль еще жив? Гриль еще с нами? Хот-доги. Давай хот-доги пожарим. Девушку угостим, если ее молнией не убьет. Надеюсь, что нет. Как раз ачивку получим. А кот щепит на овец. Не нравится ему красная овца. Это так смешно, ребят. Я просто... Кот познал эту жизнь. Мне тоже красная овца не нравится. Получи навык кулинарии. Давай еще на гриле приготовим чего-нибудь. Еды лишней вообще никогда не будет много. Печеные фрукты. Хот-доги я заберу, а то испортится. Гата вяжет, как всегда. Блин, почему они постоянно вот сюда к камину приходят? Им тоже хочется погреться. А девушка где? Блин, когда я ставила комп, ставила его для Вилли. Обновить сайт скаутского движения. Ничего себе, что это такое? И надо его заблокировать. Отдать подарок на цели благотворительности. Офигеть! Ух ты! А я-то думала. Вот же, блин, чудовище. Я могу подарить чудовище. Заблокировать компьютер все, кроме Вилли. Вот. Это то, что мне нужно, потому что они все будут сидеть за ним. И все мне портить тут мир мой. Уйди, уйди. Спасибо. Я почему-то думала, что благотворительность это когда деньги нужно жертвовать. А у скаутов своя собственная благотворительность. Это прикольно. О, с батей общаешься. А что книжку-то кидаем? Алло. Так, я поняла. С девушкой интереснее общаться. Или ты книжку как бы читаешь? А, читает он ее так. Довязала осьминога. Вязать. Давайте для Вилли свяжем что-нибудь. Да? Какие-нибудь пуф. Для дома Вилли. Вилли же переедет в свой дом. Нужно что-нибудь ему симпатичное связать. Давайте пуфик ему свяжем. Кто-то пришел. Я слышу, кто-то стучится. Ты кто такой? Мы вас не сдвали. Иди, динахер. До свидания. Спасибо. Ходят тут всякие непонятные люди в грозу. В такую погоду нормальные люди по улице не ходят. Я хочу пару пуфов. Можно ему связать. Можно связать ему ковер. Одежду, кстати. Мы тут обсуждали в нашем чате вязальном. У нас есть вязальный чат. Мы обсуждаем там все. Так вот, мы там обсуждали, что очень странные предметы. Можно связать странные одежды. Но ковры красивые. Давайте свяжем пару ковров для Вилли. Чтобы не просто на продажу, но и для ребенка тоже. Хотя ребенок уже лоб такой здоровый. Но все равно. Говорить о страхах касательных отношений. Давай выясним отношения с тобой. Вообще, в зиру вопросов. Говорить о страхах касательных отношений. Вообще без базара. Только сначала я все это свяжу. Как твои дела? Что ты делаешь? Обновить сайз каусского движения. У тебя что-то растет? У тебя растет... А, навык программирования. Все сложилось в моем мозгу. Все сложилось в моем мозгу. Ты обновляешь сайт. И, короче, ты программируешь. Тем самым получая ачивку. Я думала, нужно просто программировать. А у скаутов есть все свое. У них и свое... У них есть и свое программирование. И своя благотворительность. Офигенно! Подождите, дайте игру сохраню. И вообще, на самом деле, Вилли, нужно домашку сделать. Я что-то совсем забыла, что у нас есть домашка. Домашка. А-та-та. Мне кажется, волосину вырвало. Как больно. У тебя все нормально? Джон, все хорошо? Давай. Иди читай. Здесь прям можно ускориться, я думаю, на некоторое время. У нас такая куча навоза. Я, правда, даже не знаю, куда его девать. Есть идеи, куда навоз девать? Навозом, наверное, можно удобрять. Да, я подозреваю. Ну, типа, для чего еще может быть навоз? Использовать удобрение? А, нет, это не то. Настоятельно призывать успокоиться. Кому надо успокоиться? Купить удобрение для крупных культур. Мне кажется, у него навыка садоводства еще не хватает, чтобы удобрять. Хорошо. А у тебя вырвать, использовать удобрение. Удобрение, который... Зачем мне какашки... Коньи? Я не понимаю. Да... Ребят, вы можете остаться. Я вас оставлю, просто вот сюда поставлю. Я так понимаю, они уношли себе место. А зачем конячьи какахи нам? Скажите, пожалуйста. Куда их мне припарковать? Просто продать? Выкинуть просто? Истерика у него. Что у тебя случилось? Один секрет на двоих сидряет другого персонажа. Некоторые секреты столь же сочные и аппетитные, что и спелые фрукты. Оставит ли Вилли этот фрукт себе или попросит за него кругленькую сумму? Он что-то выведал? Так, тут есть лужи грязь повсюду. Это понятно. Оединение. Уделенное другому персонажу времени может стать неисчерпаемым источником радости. Полностью согласна. А что? А чью... А чью... Чью секрет он выведал? Это девушки, что ли? А вот так, да? Сидни. Это что, у нас есть какие-то мутки? Это вот у нас какие-то уже вот акты решил строить отношения. Прямо вот на каких-то... На шантаже он решил строить отношения. Хорошая подруга, хорошая совместимость. Секреты. Тигрина истерика. Обнаружен секрет. Давайте почитаем, что у нее за секрет. Сколько я себя помню, в Тамаранге уже был заповедник. В детстве мне там так нравилось, что мы ходили туда каждые выходные. Как-то раз. Мне на глаза попался тигренок. Мне очень захотелось забрать его домой. Так захотелось, что у меня случилась настоящая истерика с криком, топанем ногами и слезами. Родители решили подарить мне кота. Его назвали Мурзиком. Он был очень похож на тигра. Мы подружились, и дальше мой глупый детский мозг решил, что Мурзику пора возвращаться домой в лес. Если уже вы рассказываете детям про реабилитацию животных и возвращение их в природу, надо объяснять, что это относится только к диким животным. Хочется верить, что мой Мурзик наслаждается жизнью в стае тигров. Мы с ним правда сороднились, только бы никто не узнал, что из-за меня домашний кот оказался в лесу. Дети сами не понимают, что творят. А с японцой женщина у него. Ну, мне нравится. Мне нравится. Они друг друга стоят. Я ее отмойковлю. Я, кажется, нашла нам девушку. Просто это вот, ну, мне кажется, хорошо. Это настолько плохо, что даже хорошо. Как будто бы я бы вот ее прям даже оставила, если честно. У меня тут свечка. Пахнет вкусно. Надеюсь, ничего не подпалю. Где кружка жопка? А кружка жопка ушла на заслуженный покой до весны. У меня сейчас кружка с названием Sweater Weather. Короче, погода для свитеров. Это сезонная кружка. У меня это сезонное мероприятие, поэтому она весной вернется. Это все, что я могу сказать по поводу кружки. Так, второе рынокопрограммирования. Дел домашку весь такой внимательный. Слушай, ну, после такого ты, конечно, можешь пойти еще попрограммировать. А что, почему бы и нет? Сайт потом своей кофейне делать и самому придется. Джон, Джон, ну, нет, ну, помочь домашним... А, он помогает с домашним заданием сам? Блин, ну они такие классные ребят. Ну они же просто, ну они же просто, ну просто же вот так вот. Ну прям, несмотря на то, что они все, ну, типа, они все не родственные души в плане, что Агата сама приемная, ребенок подкинутый приемной. С Джоном они вообще как-то отношения, ну, так построили, получилось. Они прям как, вот, знаете, вот соулмейты. Мне так нравится, он ему с домашкой помогает. О, мой гад, как это мило, блин. Надеюсь, вы, вас не пугает мой разговор на стол. Чем пахнет свечка? Синабоном. Обожаю все самые сладкие запахи, вот чтобы, если жопа не слипается от запаха свечи, это херовая свеча. Так, Джон, кажется, Джона немножко замкнула. Давай я тебе помогу разжать руку. Смотри, вот так это делается. А теперь давайте посмотрим, нужно ли ему что-то делать. Или в целом 11 часов можно просто вот белье достать, взять белье и загрузить в сушилку. Давайте загрузим в сушилку и пойдем спать с Джоном. А вот еще какахи можно почистить лоток, раз уж на тот вошел. Пойдем спать, потому что ему рано утром на работу. Я напоминаю, что я его на работу устроила, а у него работа в 5 часов утра. Так что Джона отправляется спать. Агата продолжает вязать. Блин, мы про страх касательно отношений не поговорили. Ну, надеюсь, поговорим еще. Вилли доделывает домашку. Блин, все, он невнимательный, поэтому пойдет спать после никакого программирования. Это уже бессмысленно его заставлять. Все, Агата вяжет, ей не спать, ей кушать только хочется. Но она тут сидит, вяжет, как всегда. Все уходят, типа, город засыпает, просыпаются вязальщики. И начинают вязать. Я сегодня перед стримом успела связать две маленькие шляпки. Давайте пока они спят, я вот так сделаю. Я не забуду потом переключить. Я вяжу для гирлянды на подарок. У меня будет хэллоуинская гирлянда, в которой будут разные хэллоуинские штуки. Вот, одну я раньше связала, она вот побольше почему-то. А вот эти две сегодня. Куча шляпов. Праздник урожая прошел ужасно. Агат, ну ты чего? Хорошо же прошел праздник урожая. Агата ничего не сделала. Кстати, у нас, смотрите, какая доска почета. У нас есть две фотки с Джоном, с Рахулом. Я вот не знаю, наверное, как бы надо с другими парнями удалить фотографии, да? Это будет честно. Давайте я перемещу их в багаж. Ну, просто мы как будто бы за Джона вышли замуж. И как будто бы уже, ну, есть ощущение, что с другими парнями, мужчинами, фотки уже не повесишь. У нас есть свидетельство о браке. И, кстати, я тут, когда мы коверила персонажей, вот в этом сохранении, посмотрела. Как же его зовут? Я забыла, как зовут персонажа сейчас. Друг наш. Первый молодой человек, с которым мы встречались в... Вот этот, Марвин. Смотрите, какой он классный. Я не могу вам приблизить, но он вырос. У него изменились черты лица. И он прям такой прикольный. Он такой классный. Я такая... Чудакованый такой же, как этот. Но он такой симпатичный стал. Так, Вилли, знаешь, я что хочу тебя попросить сделать? А можешь ли ты это вот сделать? Чинить. Вот мне кажется, что ему нужно механику прокачивать. Так что, может, он починит нам? Не уверена, что у него получится с первого раза. Но, как минимум, пусть старается. Это вот когда родители тебя заставляли что-то делать, потому что тебе потом в будущем пригодится. Вот я себя сейчас точно так же чувствую. Покушаем и в хорошем настроении пойдем домой. Ой, домой. На работу пойдем. Рыбачить. О, Джон, ты как раз успе... О, ты что, усы отрастил? Я прошу прощения. Excuse me. Вы не могли бы подсказать? Ты моя булонька. Ты моя зайка. Смотрите, какой сладкий. Блин, мне его нос нравится. Он тоже почему-то на гата очень похож. Ты успеешь... Усатый ты человек. Собрать рой. О, пчелиный воск. Собрать мед. Собрать рой. И отправить рой за подарком. И в пять часов у нас уже работа. Так, у нас закончился день. Мы можем вот этих друганов продавать и продавать семена. Семена, я думаю, нам не нужны. Мы просто продадим их, тем самым выручив денег. Я думаю, что это будет честно. Открытка нам тоже не нужна. Джон, надо быстренько, пожалуйста, очень быстренько пчел отправить и на работу. Давай, отправляй пчелы. Собирай их в пучок, в крючок и отправь за подарком. Давай. Где взять Марвина? Марвина у меня на бусте в открытом доступе. Но он ццшный. У него там в базовой комплектации что-то с цц. Но я на все оставила подробные ссылки. У него волосы ццшные. Это точно. Возможно, еще где-то одежда ццшная. И скинтон точно ццшный. Но это хорошие скинтоны, которые я обычно использую и всем советую использовать. Ой, вы посмотрите. Блин. Блин, вы посмотрите, какой же он классный. Боже мой, ну какой мужчина. Агата смотрит на него такая. Ё-моё, во что тебя нарядили? Посмотрите, какой. Вы просто посмотрите, какой. Ну, булонька. Зайенька моя. Иди на работу. Агата его так проводила. Вот. Я оставила ссылки. Там немного цц. Там у меня нет никаких слайдеров. У меня нет никаких пресетов. Там просто прическа, скинтон. И что-то типа по одежде чуть-чуть, наверное. Ццшного. Все остальное внутриигровое. Скачайте у меня на бусте. В общем, доступе. По хэштегу бесплатно. Найдете кучу всего. Не только персонажей, но и постройками. Кстати, у меня Агата тоже есть. Но в Агате побольше кастом контента. Потому что Агата изначально базовой комплектации. Страница исчезающих видов рыб. Снижает продуктивность труда. Есть возможность стать счастливее. Ловите рискованно. Провышает производительность труда. Снижает уровень шкалы бодрости. Есть возможность расстроиться. Давайте ловите рискованно. Агату создавалось у меня очень много на ЦЦ. Потому что мне очень сильно хотелось. У нее волосы. У нее куча всякой одежды. Но базовую вы можете забрать ее и без ЦЦ. А просто волосы ей какие-нибудь накинуть. И сами как-то ее приодеть. Все персонажи есть у меня на бусте. Кстати, Жени, по-моему, нет на бусте. Но я вам не дам Жени. Потому что если вам дам Женю... Я представляю, чего вы там нахера верстите с ней. Мое сердечко будет разбитое, если я узнаю, что вы там с ней вытворяете. Поэтому я, пожалуй, не буду вам отдавать Женю на скачивание. Ну что, теперь еще и унитаз сломал. Давай ты будешь все чинить. Поздравляю тебя. Проект для вязания завершен. Агата связала все для Вилли. Да, получается? Что у нас есть? Ой, у Вилли вот этот бронзовый кубок скаута. Блин, люблю ачивки. Так, вот это. Отдаем Вилли. Белый ковер, который не видно, тоже отдаем Вилли. Давайте зеленого осьминога дадим. И белого. Мне очень нравится. И желтого тоже. Блин, извините, но меня понесло. Уфы тоже в Вилли. Смотрите, я ему уже начинаю комнату обставлять. Меда с собой дадим. Он уезжает только через 9 дней. Я его уже собираю в дальнюю дорогу. Вы понимаете? А у Джона не идут усики. У Джона усики, не пропуск трусики. Слушайте, на самом деле я то же самое подумала. Просто не стала говорить. Потому что подумала, что не хочу нести негатив массы. Но сейчас он вернется. Я ему сбрею усы. Сейчас побреется тогда. А потом отключу. Я играю за Дарса. Настало начало моей династии. Такая лапуля. Полюбила ее сильно. Да. Я не знаю почему. Но я его тогда, когда персонажей создавала для детского дома. Для начала летсплея с... Нравится механика. Начало летсплея с Агатой. Я почему-то очень сильно вложилась в персонажей. Сильно. И у меня прям, знаете, ну... Меня прям поперло. И я прям создала, мне кажется, очень характерных, красивых персонажей. Как мне кажется. С учетом того, что я абсолютно не умею ничего с персонажами делать. Мне показалось, что я прям, ну... Дала жару. Скажем так. С персонажами. Поэтому я очень ими довольна осталась. Так, что мы можем еще и по скаусам поделать? Еще можем попрограммировать. И еще можем по... На благотворительность отправить... А что можем отправить на благотворительность? Давайте шерсть отправим на благотворительность. А потом попрограмм... А нам нужна домашняя, дополнительная домашка? Я что-то боюсь, что я все сейчас не успею. Я его и заставила домашку делать. Ладно, сейчас посмотрим. Если хватит времени, еще и попрограммируем. А то самое главное это чинить. А в Дарсе много цц? Да, ну не так много, как в Агате. Больше всего цц было в Агате. У нее прям все было. У нее были и скинтоны, и практически вся одежда. Потому что... Потому что обычно я не использую цц одежду. Максимум я использую скинтоны, может быть татуировки, иногда волосы. А здесь меня пропило, и я Агату прям нарядила. У Дарси немножко одежды цц, скинтон и чуть-чуть волос. Вот, ну то есть опять же, там нет никаких слайдеров, пресетов. То есть вы можете просто скачать Дарси к себе, да? И вот то, чего ей будет не хватать, накинуть. Она не изменится совсем, она не будет страшной. Потому что я ничего дополнительно не использую. Я использую вот только внутриигровые возможности. А цц использую только такое, ну, как сказать. Причем такую мишуру, словно говоря. Всякие скинтончики максимум. В школу придется идти. А почему в школу? Подожди, отправиться в школу. Иди. Скинтончики, какие-то волосы. Это все можно очень бодро заменить просто обычным внутриигровым контентом. Плюс я там очень сильно заугарала на по... О, выше пришел. Здравствуйте. Ханануи. Это вот что? Это вот эта девочка, она из общины. Это дочка вот. И она вот как-то вот нам прям как родная, как сестра. А я вот не знаю, с кем ты там собираешься пойти на свидание. А это чувака не видела. Можно фотку? Нам нужно подумать о себе. Мне кажется, у хорошего человека Уитфереда мне назовут, поэтому нет. Давай не надо. Джон, пойдем бриться, а то ты мне триггеришь человека. А как побрить человека? А, вон, побриться. Я просто обычно не занимаюсь этим. Растительность на лице. До необходимой длины. Я хз, что это значит? Но, допустим. Я потом у него просто выключу. Его генерацию волос и все. Я обычно всегда выключаю генерацию волос. И вообще абсолютно не парюсь по этому поводу. А, я хотела сказать, что я залипла-то почему на создание этих персонажей? Потому что я нашла очень классного креетера, который создает одежду. Вот, наблюдаю. А, или он перья принес? Он перья принес! Офигеть! И, короче, в итоге я так сильно залипла на мужскую и женскую одежду. Мне очень нравится просто по стилю, по цвету. Мне прям сильно понравилось. И я, поэтому, как бы, в общем, мне нужно было создать персонажей. И тут у меня был креатор, который и волосы, и одежду создает классную. Вот это все смейчило. И, то есть, если вы будете качать их всех четверых, Дарси... А, пятерых. Там Дарси, Агата, Марвин и Алана. И забыла Бэтбоя, как зовут. Как же зовут Бэтбоя? Брат Аланы, брат-близнец. Но они с ним не ладят. Я забыла, как его зовут. Вот, блин, он тоже у нас на день рождения был. Блин, забыла. Короче, там еще один парень. Они все сделаны из одних цц. То есть, это не будет такого, что у вас будут разные цц. Это будут, как бы, от одного производителя, от одного креатора. И они будут очень хорошо гармонировать с друг с другом. Вот, поэтому можно качать смело всех персонажей разом. Они будут вам хорошо смотреться. Блин, они в обнимочку спят. Если бы еще одежду не раскидывали, вообще бы ценным им не было. А как это они так в обнимочку спят? А как они вот так в обнимочку сразу начинают спать? Это с новым дополнением? Они так сразу... Я им даже ничего не давала. Они прям сразу стали спать сами. Блин, как прикольно. Джон, ты можешь еще поспать. Поздравляю с получением отличной работы. Спасибо, Жаклин. Агата, ты уже выспалась. Пойдем, знаешь, что сделаем? Кот принес нам перья. Я думала, что эту коллекцию можно собрать только в Бриндлтен Бэй. А может быть и не в Бриндлтен. Перья-пух найдены бесстрашным питомцем. А это не те перья, которые кот выдирает из жопы животных, птиц, чтобы собрать сову. Отчитать за пробуждение. Давай кота воспитывать. Можно ли как-то дать ему... Побудить его к тому, чтобы он пошел и навыдирал из чьих-нибудь жоп нам перьев? Нет, вроде как нельзя. Ладно, значит, что он просто принес перья. Ну и ладно, и на том спасибо. Что мы можем сделать? Вот, шериф знает, что нельзя будить персонажей. Супер. Что нам можно сделать? Нам не нужно даже есть. Нам что, опять вязать? Ладно, давайте одежду повяжем. Вязать свитера. Для Вилли, конечно. Бордовый свитер, красный мужской свитер. Красивый. Вяжем. Без проблем. Все, тогда норм. Жаклин. Джон, брат, тебе друзья. Что-то Жаклин вообще всем звонит. Дорогая моя, тебе прям общения не хватает. Джон, как только ты проснешься, нам срочно нужно спасать вот эту вот неженку. Блин, он с пяти часов до десяти, по-моему, работал. И я его теперь гоняю. Ну ладно. Надеюсь, он не против. Ну, по крайней мере, не очень сильно против. Ага. А тебя, наверное, вас, мои дорогие друзья наши, вот сюда поставим. Раз уж вы уже практически родные. Сколько у нас денег? 42 тысячи. Это неплохо. Ну, конечно, могло бы быть лучше. Я что-то сильно подозреваю, что нам на бизнес-вилле нужно будет какое-то количество денег. Нормально, потому что с 20 тысячи мы не стартанем с вами. Нам нужно будет купить, по факту, дом. Дом с пикарнями на первом этаже. Я спланирую. Это мне еще построить надо. Ну, наверное, тысяч на 35 я рассчитываю. Родители еще зарабатывают деньги. Почему у него обида вылезла? Уже спал или меня глючит? Нет. Ну, может быть, и вылезла, но уже залезла обратно, потому что сейчас у нее все красиво. Прошу прощения, но придется идти убираться. Смотрите, она теперь шипит еще и на зеленую овцу. Шериф шипит на овец. Блин, это так мило. Я прям не могу. Просто у нас, что не стрим, то какие-то приколы, интерактивы с овцами. Эти овцы просто, они тут основополагающие, так сказать, городообразующее мероприятие и предприятие. И вот этот пушистый, плюющийся дружбан тоже. Это теперия. Теперия с поилкой для птиц рядом генерянца. С поилкой для птиц. А где здесь поилка? А, это надо поставить типа фонтанчик для птиц. Кормушка, которая выглядит как цилиндр в сеточку на подвеске. Экскьюзми. Экскьюзми. Это, видимо, в кошках и собаках должно быть. Когда я собирала ту коллекцию давным-давно, мы жили в Бриндлтон-Бэй, и я просто кота. Такая фас. И он отправлялся и бежал нападать на голубей. И так до тех пор, пока я не собрала Сиперия, они не сложились в огромную сову. А я не знала, что теперь каким-то другим образом можно добыть. Наверное, это в увлечениях и навыках должно быть. Ага, нет. Тогда в предметах на улицу. Да, Жень, ты можешь пойти нахер. Я правильно поняла, да? Да кормушку для птиц дайте. Мне просто интересно. Кормушка активный отдых. Ага. Они тут будут генериться. Женя, нам нужно копить деньги. Тоже Женя. Почему бы не купить кормушку для птиц? Просто 5 баллов. Я подозреваю, мне нужно добавить птичий корм. Ага, окей. Окей, спасибо. Это полезная информация. Это очень важная информация. Так, нам нужно наполнить кормушку бурьяном. Вот здесь у нас страдает вот это чудо. Позачистить хлеб. Здесь точно. А, сеном из бурьяна у него достаточно. Надо позвать беляша. Ну, выходи мыться. Чувак, выходи. Агата. Все, все. Свистанула кукухой. Вяжем еще одежду. Еще свитера. Еще свитера. Коричневый женский и мужской свитер. Очень красивый. Берем. Я ему не буду его дарить, наверное. А, нет. Мне придется ему все-таки его подарить. Наверное, да? Между детьми. Плохого... Подождите. Это что такое? А это мы сейчас, кажется, с вами нашли кое-что очень интересное. Это заброшенный свитер. Я не знаю, вам видно, но качество легендарное. А выглядит он так, как будто он хренового качества. Я хочу ребенку подарить. А, на подростка, наверное, он еще не налезет. Тогда на Барта придется. Блин, а если на Барта, то... Блин, а если на Барта, то они разосрутся. А мне нужно этот свитер надеть. А как мне на Барта его надеть? Добавить в гардероб? Он откроется у Барта? Блин, у меня слишком много вопросов, но мне очень интересно. Мне очень интересно. На ребенка, наверное, не наденется мужской свитер еще. Мне просто интересно, что же это за такой легендарный, но хреново выглядящий свитер. Если я просто подарю его Джону, у нас отношения очень сильно испортятся. А я не хочу такого. Но хочу посмотреть на этот свитер. Джон, ты зря моешься. Мы сейчас отправляемся чистить хлев и звать Беляша. Ты же опять весь грязный будешь. У нас тут пополнился кормом. Мы корм не добавили. О, Беляш тоже грязный ходит. Excuse me, это что такое? Глубокие мысли. Вот как-то мы с этой дамой. А мы не хотим ее чуть-чуть отмейковерить? Вы как бы зайти в кассы на 10 минут. Вы не против? Или вы против? Просто она настолько прекрасна, что она меня просто ослепляет своей внешностью. И я не могу прям жить с ней в одном помещении. Она меня просто ослепляет. Не дари, просто в сумку перетащи. Не перетаскиваются они. Не перетаскиваются. Вот смотрите, вот свитер есть. И он, ну, не перетаскивается. Тут можно только подарить. И либо добавить в гардероб. Но я не понимаю, если я добавлю в гардероб, у меня он откроется у Джона? У нас с вами слишком много вопросов и слишком мало ответов. Почему из-за подарка свитера спорта соотношения? Потому что есть такая легенда, согласно которой в американской, по-моему, это в культуре есть типа история о том, что подарить возлюбленному свитер ведет к ухудшению отношений. Поэтому есть много разных объяснений. Но скорее всего, потому что когда один человек другому вяжет свитер, это типа очень долго. И поэтому, когда человек, типа, довязывает, свитер уже может быть и не пригодится, потому что отношения уже плохие. Ну, они испортятся. Либо, когда ты вкладываешь кучу сил в вязание для другого человека, а ему может просто не понравиться. Из-за этого, типа, портятся отношения. И это обыграно здесь в игре, что типа, если ты подаришь другому человеку свитер, возлюбленному именно, нельзя выполнять действия, связанные с романтикой, иначе начнут портиться отношения. Это вот так вот обыграно. Вот здесь в игре такая история. Где же ты? Где же ты? Вот это он? Блин, у нас есть красный. Блин, я добавила его в гардероб, но его не видно. Он только на Агате будет, получается, отображаться. А где же этот свитер-то? Не, ну вот это чудище я, конечно, знаю. Тут вопросов zero, если честно. А вот есть бордовый свитер. Блин, он должен быть. Блин, он точно должен быть. Он вот здесь в разделе. Вот эта вот штучка. Но почему-то он не разблокировался. Добавь гардероб и у всех. Не у всех он появился. Я не знаю, как, что с этим делать. Агата же выполнена жизненная цена на народе, как может быть спасена от этого проклятия. Или о чем идет речь в описании жизненной цены, не совсем помню. Кстати, вы, кажется, гениально. Слухи не врали. Синий Маркович хочет пойти на выпускной с персонажем по имени Вилли. Ну что могу поделать? Ладно, ладно. Так, накормим сеном из бурьяна. Давай задушим любовью тебя. Я хочу еще помыть тебя. И можно подстричь. Дождь льет. Агат. Ну, нужно, походу, связать еще один такой свитер. Продолжить проект для вязания коричневый мужской свитер. Блин. Такой классный был. Я теперь буду вязать свитера, пока у меня опять такой не получится. Мне интересно. Это я вязала вот этот бирюзовый мужской свитер. Или бордовый. Вот такой. А получилась какая-то херотня. Не хочу опять эту херотню. У меня все записано. У меня все записано. Я точно помню, что там была эта херотня. Если бы я для себя играла, я бы, конечно, возможно, подумала, что я свистанула башней. Но нет. Нет. У меня все записано. Я все потом посмотрю. Ой, давайте спросим про секрет у нее. Как тебе спросить про секрет? Сплетни? Да, спросить про секрет. И уже появляется какая-то логика у меня в голове. Не сильно, но появляется. Так, идем собирать рой. Пойдем. Конечно, ты так воняешь, что, скорее всего, пчелы у тебя сейчас нахер пошлют. Ну, ладно. Священное вязание. Да, к тому же им грозит проклятие свитера. Она умеет освобождать других персонажей от его крепких отков. Связать бы теперь вот этот говносвитер еще раз, чтобы уж точно можно было что-нибудь... Ты чего в лужу прыгаешь, господи? Чтобы уж точно можно было посмотреть. Мы не помыли Беляша. Мы Беляша забыли вообще. Почему ты? Он просто проигнорировал Ламу. Что расскажет про секрет свой? Про секрет. Что-то было? Какой-то комментарий про секрет? Теперь вы не знаете секреты. Может ли либо сообщить персонажу. Тут мы же уже знаем. Вот видите, изделие... Вы не видите, наверное. Вам не видно, но читаю. Изделие заброшенный свитер. Доступно в редакторе создания персонажей для всех членов семьи. Выберите выбрать наряд в меню действия гардероба или зеркало, чтобы надеть это вязанное изделие. Но его там не было. Он не был доступен. Сейчас мы с вами сейчас еще посидим, потом еще раз залезем туда и посмотрим. Потому что мне очень интересно. Что такое, говорят, доступен? Когда нам будет удобно с вами... Когда нам будет с вами удобно... Никогда. Никогда нам с вами не будет удобно переодеть ее. Потому что если я сейчас зафигачиваю это дело, то у меня все собьется. У меня все действия собьются. Ладно, чуть-чуть попозже тогда. Ну что, здесь у нас все. Он просто... Он, наверное, из-за того, что от него воняет, он чувствует себя некомфортно. От него... Он просто вообще скипует все мои задания. Пойдем на благотворительность давить. Нам нужно отправить на благотворительность. Я хотела отправить шерсть. Я вообще не против. Давайте несколько раз отправим сразу. Хочу ачивку получить. И сядем за программирование, потому что я хочу получить эти ачивки. Сколько там надо? Пять? Да? У нас есть пять шерстей. В чем проблема? Кстати, эту девушку мы можем добавить в кролик общения и забомбардировать ее своими сообщениями. И она точно нас любится. Возможно. Дорогой, ты куда? Да, ты почему? Малыш! Тактично. Как сделать так, чтобы тебя не эксплуатировали? Смотрите. Вы видите наше пугало? И я не вижу. Прикиньте, он тактично слился. Блин, вот это, конечно, подстава. Он просто сгорел, ребят. А я думаю, что у меня там все тыква в сорняках? Где мое пугало? Почему оно мне не помогает? А пугало просто сгорело. А с этим придется заново выстраивать отношения. От меня ушли работники. Я не согласна. Ладно, придется болтать с пугалом. Возложим эту ответственность на Джона. Сейчас у нас вечер пятницы. Ура! В субботу у нас с вами ярмарка пирогов и ярмарка крупных культур. Я сильно надеюсь на нее попасть. Получить нашивку. Благотворительность вот мы можем получить и посмотрим прогресс. Пугало с болзда. Видно, она просто свалила. Так, нам нужно мастерство. Для этого нам нужно делать рисунки, рисовать два раза. Натуралист. Еще нужно что-нибудь на гриле приготовить. И еще трижды нам нужно попрограммировать. Пока на улице хорошая погода. Я предлагаю пойти готовить на гриле. Да и еды лишней никогда не будет. Да и поднимется у него навык кулинарии. Ну все, можно прям реально на перемотку X3 ставить. Просто потому что они все припаркованы, все заняты делами. Дайте нашивку натуралиста. А, все, дали. Все. Мне же нужно по учебе. Вот, вот о чем я говорила. Я же не просто так это делаю. Хотя я очень много чего делаю просто так. Вилли получает повышение до должности скаут уровня Пегас. Он также получает премию Серебряный Кубок Скаута. Все это мы делаем бесплатно. Я, если честно, очень сильно надеюсь, что, ну, после того, как мы все это завершим, у нас будет хоть какой-то плюс. Вы мне хотя бы скажите, я не просто так делаю. Я просто надеюсь, что это делаю не просто так. Потому что я хочу какой-нибудь, ну, буст каких-то своих возможностей. Это же как-то ответственность, по-моему, прокачивает, да? У него же должно быть что-то. Я же не просто так это вот херотнёй страдаю. Или я просто так страдаю. У него и так максимальная ответственность. А что-нибудь еще у нас подрастет? У нас будет какая-нибудь дополнительная черта характера. Очень хочется просто. Агата все вяжет и вяжет. Просто станок вязальный. Специалист по переработке пряжи в вязаные изделия. Джон, ты тоже пришел? А чё такой игривый? А чё такой кокетливый? Ну, зайенька, что тебе нужно? Алло. Приказать подойти и сесть. Экскьюз ми? Извините. Это что такое за ё-моё? Давайте с котом поиграем. Предложим ему друг. Кот, пожалуйста, остановись. Меня он сейчас укачает, пока ты бегаешь туда-сюда. Поговорим, погладим, дадим лакомство. Котеич. Поиграем с лазерной указкой. Я на самом деле хотела отправить Джона продолжать общаться с пугалом. А у нас максимальные отношения. Всё, даже делать ничего не нужно. Свитер. Свитер занимает мой мозг. Мне очень интересно. Да, там есть плюс. Дают характер в награду, который помогает развитию навыков. Я рада. Или что-то такое. Точно не помню. Супер. Ну, хотя бы вы меня, как сказать, ободрили и дали мне надежду на то, что я не просто так это всем страдаю. Всё. Иди, пожалуйста, спать. Тебе завтра в 5 утра опять идти на работу. Тебе ничего до повышения не нужно. Иди спи. Забудь про кота. Кот забыл про тебя. Ты забудь про кота. Что у нас по перьям? Я прошу прощения. А перья будут, как будто бы какие-то? Нет. Хочу сову. Она мне нахер не нужна, но я хочу. Так, семья крупных культур, конечно же, тыквы. Четыре штуки. Как только Джон проспится, он отправляется сеять крупные культуры. Кстати, давайте посмотрим, какие у нас качества крупных культур-то было. Маленькие тыквы. Качество идеальное. Качество идеальное. Слушайте, вот у нас хорошего качества тыквы. У нас еще офигенного качества тыквы вот здесь. Я не знаю, кого мы выставим в итоге на конкурс. Но все остальное мы точно продадим с какой-нибудь охренительной наценкой. Потому что на этом, собственно говоря, мы делаем для того, чтобы деньги зарабатывать. Вот, проект для вязания завершен. Загляните в багаж персонажа по имени Агата Барт. Вот, опять говносвитер. Говносвитер получился. Заброшенный свитер. Качество плохо. Но до этого было качество легендарное. Надо подарить его Джону. Кстати, Вилли тоже можем подарить. Но мы Джону подарим. Джон же спит. Вилли дарит, что ли, говносвитер? Давайте тогда Вилли подарим. Джон спит. А, Вилли занят. Вот как раз она сейчас закончит вязать. А он, я его потом отменю. И, короче, я сейчас свитер. И девушка с большим количеством пирсинга. Пугает меня эта женщина. Мне хочется переодеть ее чуть-чуть. Блин, ребенок. Ай спать хочет. Агата, бросай. У нас есть фикс. Он, который позволяет довязывать предметы. И можно не париться. Так, идем дарить свитер. Ну что ж, ну что ж. А где говносвитер? Коту не понравилось. Никому не понравилось. Говносвитер. Добавить гардероб. Так, изделие заброшенный свитер доступно. Все, теперь оно точно... Кот шипит опять на что-то. Какой-то кот у нас в ПТСР у кота, походу. Он постоянно на что-то шипит. Нужно посмотреть. Нужно посмотреть, посмотреть, посмотреть. Хочу говносвитер увидеть. Мне кажется, Вилли очень подойдет. Он немножко чудаковатый. У него и так свитер с коровами. Должен быть еще такой прикольный. Кстати, у него есть одежда скаута. Не знаю, зачем я ее добавила, но мне показалось, что это прикольно. Вот. Говносвитер. О, смотрите, какой классный. Йо-ойо. Мне нравится. Но я не понимаю, как у него в тот раз был... У нее в тот раз был заброшенный свитер. Но качество легендарное. А в этот раз так всрато, что даже не понимаю, нравится мне или нет. Мне нравится. Мне нравится. Дайте я им еще яркие эти кеды сделаю какие-нибудь. Да-да, у меня опять ломается этот, если что. У меня опять что-то поломалось. И опять у меня колонки все зеленые. Вот. Вообще кайф. Мне очень нравится. Берем. Можно жить дальше. Можно, кстати, сейчас вот посмотреть на девушку. Как раз хорошее время для того, чтобы заварить всем чаю и быстренько посмотреть на девушку, чтобы потом уже отправляться с чистой совестью на финическую ярмарку по субботу днем. Девушка, наверное, проще всего будет ее пригласить на свой участок и отсюда ее изменить. Она, наверное, спит, да? Скажет мне, иди ты в жопу. Я просто не хочу ее искать по всем этим, по всем этим, по всем семьям. Маркович. Спит. Детка, ты не поняла. Ты не поняла. Окей, ты не хочешь приходить сама, я тебя сейчас вынайду. Надеюсь, что если у нее фамилия Маркович, она и живет в семье с фамилией Маркович, а не где-то в жопе мира. Если я сейчас не смогу найти, то тогда до того момента, когда она к нам придет, я тогда ее оттуда. А, вот она. Она живет в семье Роблс. Это же она. Вы прикиньте, я абсолютно случайна. Почему семейство Роблс, Маркович, они, видимо, в какой-то момент объединились? Это русалка. Ёпти, что здесь творится в этом сохранении? Мне так нравится, что я прям даже жить не могу. Ну, что хочу сказать? Что я хочу сказать? Давайте я немножко ей сделаю лицо, повытянуть ей. Нос мне в целом нравится. Вообще, ничего против носа такого не имею. Он шикарный. Просто как будто нужно лицо немножко вытянуть. А то оно для подростка как будто какое-то слишком приплюснуто. Она долой просто. Долой седые волосы, во-первых. Почему они у нее седые? Ой, где-то глаза. Почему у нее волосы с проседью? Она уже посидеть в какой-то момент успеет? А, это не... Извините. Это не просить. Блин. Я, походу, вообще ничего не понимаю в моде. Что могу сказать? Ладно. Окей. Не спросите. Вот с фиолетовым мне больше нравится. Косметика. Реснички. Накинем ресниц. Ты моя зайника. Ты моя булынька. А интересно, я могу ей добавить скинтончиков? Да, могу добавить скинтончиков. Смотри-ка. Вот. Вообще, смотрите, какая девонька. Так, сейчас я с нее сниму все вот это непонятное. Так, одежда. Выбираем из аутфитов продуманных. Вот эти. Стилизованные образы. Мне нравится. Я беру волос... О, фиолетовый. Мне нравится. Я прям беру. Слушайте, ну вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Конечно, наверное, что... Ну, девочка-подросток так выглядеть не должна. Но, скорее всего, проблема в том, что у нее скинтон. Такой, что у нее немножко... Чуть больше... Не знаю, что сказать. Того, что должно быть. Вот так. Во, вот так. Все, мне нравится. Она, конечно, яркая девчуля. Что-нибудь попроще возьмем. О, розовые кеды. Все, мне нравится. Супер. Подростки иногда похлеще одеваются. Ну да, мне кажется, я еще достаточно консервативно ее одела. Не прям совсем вот на выкате все дела. Говорю, как тот, кто еще не так давно был подростком. О, я, ну, типа, очень давно была подростком. Агата. Смотрите, насколько Агата давно была подростком. Когда у тебя полтелефонной книги, это призраки. Или пожилые люди, или овцы, или сама смерть. Ну, тут вопросов, конечно, вообще должно быть, Зиру. Так, что у нас по тебе? Ты идешь спать. Спать, спать, спать. Спасибо за свитер. Мы тебе его надели. Ты молодец, красавец. Потом пойдешь поешь. А, у нас суббота. Нам даже же в школу не нужно идти. А почему Джон постоянно храпит? Это как-то настраивается. Храпел. Да я слышала, что ты храпел. Ты какой-то мужчина. Он храпит, будит тебя. Ты его будешь, говоришь, что ты храпел. А он говорит, что он не спал. И ты такой, до кого ты пытаешься намахать? Ты серьезно? Вот и Джон точно так же. Ну все. Скорость X3. Агата ложится спать. Все спят. Овцы. Кстати, овцы ни разу не сбежали. Но стоит мне один раз открыть ворота и все. Напряженный... Простите, я только хотела сказать, что у нас тишина да покой. Какие нахер напряженные романтические отношения? Агата и Джон переживают непростой момент в отношениях. Присообразовавшись в напряженных отношениях, чаще выбирает злые действия, которые общают. Когда общаются, к счастью, когда придет время, отношения можно наладить. Вы согласны, что Агата и Джон находятся в напряженных отношениях? Ну, давай согласимся, с учетом того, что она заставила его работать на своей ферме. Как вариант? Ну, это потому, что они романтику не выполняли. Джон. А я его еще на работу отправила. Блин, я вообще не удивлена. Что у нас напряженные отношения? Надо как-то романтику подтянуть, походу, да? Он на работу сегодня идет? Нет, у него выходной. Супер! Тогда можно будет как раз романтикой заняться. Джон, как дела? Я его опять заставляю работать. Вот 6.19, чтобы вы понимали, да? Я уже человека заставила работать. Он, ну, как бы, я вообще не удивлюсь, почему у нас напряженные романтические отношения. Я просто использую его как рабочую силу. Крольчишка, здра... Ой, задание! Я в начале стрима что-то там сказанула про задание. Достать 6 острых грибов в хранителе существа с грибным пюре. Агата, бросай... Нет, давай все-таки довяжем. Я хочу довязать проект вязания. Как раз подарим свитер нашему мужчине, от которого он охренеет. Джон, почему мы не посадили все? Джон! Я ожидала посеять крупную культуру. Джон! Алло! Почему? Что случилось? Агат, довязываем. Нам нужны острые грибы. Есть ощущение, что надо было посадить острые грибы. А я вообще забью на это. Качество обычное. Сезонность, лето, зима. У нас осень. А может мы так сможем раздобыть острые грибы? Мы, кстати, с фермы с вами сегодня еще ни разу не уходили. Так, где мне раздобыть острые грибы? Видите, какие-то разные росли. Это не острые были, да? Взять странный гриб. А странный у меня тоже есть. Ну что, Агата отправляется на поиск грибов. Нужно бегать здесь все. Осень. Осенью же грибы должны быть, правильно? Я тоже еще грибовед, грибофил. А когда? Грибы же осенью появляются, правильно? Ну должно быть сейчас много грибов. Все, Агата, мы отправляемся на поиски гриба. Нам нужно 6 острых грибов. Надо было их просто посадить. Но, конечно, когда я что-то сажала... О! Так всегда, в поисках грибов ты натыкаешься, набредаешь на кладбище. Просто. Ставьте лайк, если у вас тоже такое было. Так, ладно, пойдем в другую сторону. Это что происходит? Женщина, вы в порядке? Говорят собрать урожай ягод малины. Спасибо, что пропололи мне куст. Примного благодарна вам. Где найти острые грибы? Острые грибы. У него самого здесь ничего нет. Просто у меня есть ощущение, что скоро и этот умрет. Хранитель существа. Уже на смену придет ему третий, а я все никак не могу выполнить ни одно задание. Я так понимаю, тыквы мы будем сеять по одному. Да? Окей. Ладно. Как скажете. Перьев до сих пор нету. Джон, он меня занят. Пчела в ярости. Согласна, я тоже немного. Агат, ты довяжешь. У тебя же десятый уровень навыка. Ты должна вязать как бог. Грибы в развалинах растут. Грибы в развалинах. Вот там есть странные грибы. Она сейчас туда отправится. Просто кот рандомно шипит на все. Коту просто не нравится все в этом мире. Рой собрался. Собралась Рой и отправить за подарком. И здесь нам осталось посеять последнюю крупную культуру. Все. Здесь у нас отношение шикардосное. Он за 12 часов слезет, начнет все убирать. Так, что нам принесли? Блин, пчелы фигурки коллекционные приносят. Вы прикиньте. Вот это я понимаю. Пчелы полезные. О, доброе утро, страна. 8.57. Уже весь огород проснулся, а ты еще нет. Да, суг у него хреновый. Чем бы мне его занять? Нам нужно программировать, наверное. Сядем программировать. Нам же, по-моему, программировать нужно, чтобы добить нашу нашивку. Очень жаль, что нельзя вот эту доску просто открыть и посмотреть. Нужно, чтобы персонаж туда шел и смотрел. Мне вот это так не нравится. Хочется как-то более оперативно узнавать о новостях, чтобы меня держали в курсе событий. Ну что, Джон? Что, Джон? Ты все сделал и можешь заняться чем-то, что ты хочешь. А ты чем-нибудь хочешь заняться, Джон? Иди читать книжку. Или иди ловить рыбу. Слушайте, погода шикардосная. Зачем читать книги, если можно ловить рыбку? Здесь же есть места для рыбной ловли. Я надеюсь. Должны же быть, наверное, места. Если уж здесь можно купаться, то и рыбу ловить, скорее всего, можно. Где тут ближайший... О, я грибы нашла. Ядрит, мадрит. Какие красивые. О, ля-ля. Так, главное не заблудиться. Я уже заблудилась. Так, где они купались? Это что такое? Это кролик. Да здравствуйте. Здравствуйте. А где здесь половить рыбеху-то можно, если можно? Тут нельзя нигде, да? Блин, а почему? А вот, 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 вот. Все, отправляйся на рыбную ловлю. Ты бодр, покушал, там все сделал. Все, давай. Там вот рыба блещется как раз, ждет тебя. А мы отправимся сейчас в грибной трип. Как бы это ни звучало. А ребенок пусть сидит, программирует. Такая классическая семья. Батя пошел на рыбалку, мама пошла по магазинам, в нашем случае, по грибнинам. А ребенок сидит за компом. Так, грибы раз, грибы два, грибы три. Музыку ему включи на фон. А у нас даже музыки нету. Ну, можно что-нибудь приобрести, наверное. Так, слушать. Что мы будем слушать? Airbnb, Американо, авторская песня, альтернативная музыка. О, да сук растет. Спасибо. Спасибо. Возможно, у него даже есть капельки наушники, капельки. Я просто о них забыла. Нет, у него нету. Все, gracias за совет. Не нужно, пожалуйста, с какими-то женщинами. разговаривать. Мы отправились за грибами. Это кто? Это хранитель существ. Супер. Спасибо. Теперь. Я видела здесь грибы. Грибы, 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 грибы. Так, это что? Это шоколадные ягоды тоже возьмем. Шоколадные ягоды. Голубика. Где же тут грибы? Я знаю, что вы есть. Вот, 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 вот. Я надеюсь, что странный гриб, это значит, что он еще не опознанный. Или он просто странный? А, да, 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 он просто не опознанный. Режим тюленя опять включен. Это значит, что когда она его соберет, она его опознает, и мы поймем, что это за гриб. Потому что вот острый гриб нам добавился. Супер. Золотая рыбка. О, нам золотую рыбоньку поймали. Сейчас накопится. Накопится. Агата хочет есть. Агата нет. Агата, фу. Потом. Подожди. Я еще видела... Так, я потерялась. Они были где улитка? Да грибы же были рядом с улиткой. Вот здесь крольчишка был. Вот. Нашлось. Вот, странные грибы. Надеюсь, что нам хватит сейчас прям отнести. Прям такое грибное время. О, ля-ля. Так, как у тебя там дела? Скажи-ка мне. Досуг повышается медленно. Прогает. Этот тут урчит. Здравствуйте. Урчало. Кот орет. Как всегда. Я не удивлена. Что ты кричишь, малыш? Все живы? О, новый друг тоже убирается. Все. Здесь у меня дети под контролем. Пока мама... Пока папа рыбачит, а мама грибачит, мы ребенка... За ребенком следим. Блин. Калип ваторы. Малыш. Ты чего? Я понимаю, что ты бессмертный. Но мне уже под 45. Где-то. Ты чего, ебудал, что ли? Проснулся. Ё-моё. Он, наверное, там упал в спячку свою на 10 лет. Я тут уже чуть замуж не вышла. Мне подкинули приемного ребенка. Я его усыновила. Вышла замуж за другого мужика. И ты проснулся. Не хочешь сходить на свидание. Малыш. В спячку надо было не впадать свою вампирскую. Сколько мы грибов собрали? Собрали достаточное количество красных острых грибов. Да. И тогда мы топаем прямой наводкой. Сейчас я только сориентируюсь. Где мы? Где же друг наш? Навести камеру на хранителя существ. О, сидит на лавоньке. Идем к нему. Показать вязаные изделия. Не, не обязательно обменять ягоды. Отношение действий. Где же это? Достаточно острых грибов. Вот. Наконец-то. Мы с вами сейчас какое-нибудь задание выполним даже. Принести сыр и порцию мяса по Виллингтон сохранителю существ. Так, а чё ж я сижу-то и жду-то? Можно любую ему музыку включить, да сук должен быстрее подниматься. А я ему включила какой-то... Ой, на работу. Ой, 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 ой. Ему нужно скаут. А, у тебя 14 до 16 скауты? Ой, он опаздывает на свою скаутскую историю. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, я чё-то пропустила, что у него изменился этот график. Блин. Здравствуйте. Пропустила, что у него изменился график. И ему нужно было там что-то ещё выполнить. Я так порадовалась, что его повысили в его скаутской иерархии. Что даже забыла о том, что нужно ещё что-то сделать. Так, надо... Он даст нам... А, он даст нам острое пюре. Давайте пюре сейчас не будем есть, потому что когда он даст нам острое пюре, потеряна нашивка. После слёта скаутов Вилли находит на полу нашивку. Это одна из самых впечатляющих нашёвок, полученных, которые ему не следят ещё очень долго. Как он поступит? Отдаст её лидеру отряда. А что нам дали? Вилли направляется к лидеру отряда наденной нашивкой в руке. Это очень редкая нашивка. Лидер отряда сразу догадался, кому она принадлежит. Вилли заслужит пахалу за свою честность. Так, он нам даст пюре. Скорее всего. Когда у хранителя существ будет всё необходимое, для этого Агата сможет съесть пюре. Она очень хочет есть, но если она сейчас его съест, то она... Как это сказать? Она начнёт глючить. Когда она начнёт глючить, ей нужно будет общаться с животными. И с птицами, с птицами. Давайте не будем это делать. Потому что сейчас у нас буквально через 10 минут начнётся наша ярмарка. Ты, кстати, тоже пойдёшь. Блин! Я пирог не приготовила! Твою же мать! Кто пойдёт? Кто пойдёт? Он не прибежит. Агата рядом с домом. Пирог! У нас же конкурс пирогов! Мать моя! Я забыла про конкурс пирогов! Быстро! Быстро конкурс пирогов! Пирог на скорую руку. Из всего того, что было в холодильнике. И тыквы нужно забрать. Ай-яй-яй! Хочу какой-нибудь пирог приготовить. Медовик можно. У нас мёда есть много. Чтобы поучаствовать. А есть тыквены, интересно, здесь? Ну, просто ради интереса. Тыквены! Берём тыквы, которые большие. Отдать их Джону. Арбуз тоже Джону. Агата сейчас какую-то из тыков возьмёт. И остальное тоже Джон. Всё, Джон со своими тыквами. Вот так вот. Собаченьки, мы уходим. Сердеченьки, мы уходим. Господи, кролик помер. Агата с пирогом. И со всеми продажей всего, что можно продавать. Валим. Валим, валим срочно. Когда же они сказали, что сейчас Агата ест пюре, не будет? Агата такая. Ага, конечно. Да нет, она просто какую-то кашу, которую у неё в кармане. Или она пюре съела? Бля. Я думала, она какой-то пюре из грибов. Агата никогда не ела ничего подобного. Благодаря этому пюре её теперь замечают все птицы в округе. А ей нужно разговаривать с птицами. Блин. Блин, извините, но так выглядит моя истерика. Нужно поговорить с птицами. Птицы, вашу мать, где вы? Блин, я думала, для того, чтобы поесть пюре, нужно его попросить у него. А он его сразу всучил. Где ближайшие птицы? Ближайшие птицы. Вот прям ближайшие. У нас есть птицы? У нас есть только такие. Это не те птицы, которые нужны. И хочу на ярмарку. Я готовилась к ярмарке. Идём к птицам. Как всегда, вот как всегда, мне нужно вот на ёлку залезть и жопы не ободать прямо сейчас. Прямо сейчас. Подожди, я не понимаю, ты освещаешь мой день как солнышко. Спасибо, что умеешь заставлять улыбнуться. Это что за флирт с какой-то женщиной? Я просто не понимаю. Причём не с какой-то, а с какой-то определённой. Это молодая дочка наших соседей бывших. Джон, пожалуйста, не надо. Не порть мне настроение. Ну, всё, моего друга Джейс. Теперь, что он поёт, как-то тревожно. Не рекомендую. Выполнили задание. Всё. Признать сохранительность существом, что птицы начали разговаривать. Всё, спасибо. Мы отправляемся на Финчерскую ярмарку. Сейчас ещё кто-нибудь пирог съест. Нет, я успела. Блин, если бы это случилось, вы бы увидели пожар жопы прямо в прямом эфире. Вы бы реально пожар жопы в прямом эфире наблюдали. Мы берём ребёнка с собой. Я собиралась в прошлый раз выкрутиться в школе, чтобы родители отправились на Финчерскую ярмарку. А Вилли пошёл в школу. Там занимался. Мне как раз нужно, чтобы он порисовал. А там есть мольберты. Вилли отправляется рисовать. Агата выставляет на конкурс пирогов. Выставить на конкурс. Это ж... Да, вот это пирог, видимо. Да-да-да, пирог. Кусок пирога. А Джон идёт выставлять на конкурс огромную тыкву. Все при делах. Так. Чего, блядь? Какой шпинат? Какой к едре и не матери шпинат? А это не конкурс? Подождите, это не конкурс тыквов? Сейчас будет пожар жопы. Так, Агата, давай сначала на тыквенный пирог выставляем. Всё, кстати, пирог качества какого? Великолепного, супер. Джон, а почему я думала, что у нас конкурс тыквов? Я тыквы идеального качества, а у нас конкурс каких-то лимонов? Лимонов конкурс? Вы чего? Ягода малины, шпинат. Так, может быть, Агата может? Потому что у нас есть более интересные у Агаты вещи. Черника, малина, яблоко. Обычная бузина, малина, яблоко. А что-нибудь будет необычное? Пожалуйста. А с чего я взяла, что это конкурс крупных культур? Давайте очаровательный гриб. Мне нравится очаровательный. Всё, мы выставляем. Вилли, нет, нет, никаких телевизоров. Дома телек не смотришь, ты здесь не будешь. Давай иди рисовать. Уверенная картина. А потом ещё одна уверенная картина. Агата, всё, мы раздали всё на ярмарке. Отправляемся просить милостыню. Там можно даже не торговаться. Вот здесь продать предметы с прибылью. А почему? А, можно продавать, потому что финическая ярмарка, да? Я почему-то думала, что обязательно только поторговаться надо. И только после этого у нас будет что-то подобное. Ну, что могу подать? Шерсть мы продаём. У нас беляша. Просто стричь, не перестричь. Зелёная. Можно зелёную продать. Чёрная. Там не нужна шоколадная ягода. Нужна. Так, теперь идёт Джон. Продавать с наценкой, потому что у него там как раз вообще просто золотые залежи в карманах. Сено из бурьяна. У него там тыквы огромном количестве. Я всё ещё не отошла от того, что оказывается у нас конкурс не тыквов. Ооо, блин. Это прекрасный шпинат, ягода, малиня. Берём. Всё. Мне нравится. А здесь можно что-нибудь приобрести? Ой. Давайте попытаемся ей что-нибудь продать. Может быть можно будет? Блин, я ненавижу эту женщину. Когда я её вижу, мне становится страшно. Как всё тут дела? Как твой навык? Как твои ачивки? Кстати, здесь тоже стоит вот эта штука с ачивками. Она ему поможет каким-то образом? Нет, больше ничего не то. Здесь, кстати, можно посмотреть прогресс по улучшению. Кайф. Ну что, тогда мы ждём просто окончания ярмарки. У вас тут такая туса. Ой, как тут прикольно. Тут получается конкурс пирогов. Все могут попробовать пироги. А кто-то выставил ещё пироги? Подождите. Рыбный пирог. Качество нормальное. Ну. Нравятся советские беседы. Но я вижу, как торчат рыбные хвосты из пирога. А это чей конкурент? Яблочный пирог. Качество нормальное. А мой. Смотрите, какой красивый наш сияет. Тыквенный пирог. Качество великолепное. Я знаю, кто должен выглядеть. 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 Не точно не я. Очаровательный гриб. Здесь у нас что? Обычная роза. Так, какие у нас ещё? Сморчок. Обычный. Всё. Ну, оценила я, конечно, моих конкурентов. Оценила. Ладно. Жить можно. Теперь отправляемся. Самое главное дело. То, ради чего всё это затевалось. Гата. Идём обслуживать стол. Устраиваем. Раз. Продажу. Пока здесь все местные люди собрались. Мы можем как раз попродавать. Что-то я боюсь. Ты куда пошёл? Нет. Стой. Стой. Блин. Надо запереть для него сюда дверь. Можно закрыть эту дверь? Я так и знала, что когда я построила вот этот компьютерный клуб, теперь там постоянно будут ошиваться персонажи. Просто нон-стоп. Всегда. Иди рисуй. У тебя тут такая уникальная возможность. Тут такой вообще класс. Тут и рисование. Тут можно и поиграть на фортепиано. Тут можно сделать и отправиться на выпускной. Почему? Почему всё сразу? Я не могу отправиться на выпускной. У меня финишерская ярварка. Мне нужно навыки прокачивать. Причём нельзя отправить его на выпускной без меня. Не, всё. Мы не идём на выпускной. У меня сейчас будет... У меня прям жопа сейчас подгорит. Блин. Она обидится за то, что я не пошёл... Я её... Я её кинул. Я её кинул только что. Девушку кинул только что. Придётся ей что-нибудь подарить. Она точно обидится. Блин. Почему так всегда? Всё и сразу. На следующей неделе пойдём. А там каждую неделю выпускной? То есть это не единственное выпускное, которое мы... Я его не профакапила? День рождения у него в следующую субботу. У него день рождения в следующую субботу. Вы прикиньте? Он каждую субботу выпускной проходит? Нет, мы не пойдём на выпускной, потому что он скорее всего постареет. Которая возрослеет раньше, чем случится выпускной. Выпускной на сколько? Восемь вечера. Ой, восемнадцать вечера. Он не успеет, скорее всего, дожить до этого. Ну, из разряда он сам повзрослеет. Или повзрослеет на выпускном. Ладно, это будет проблема следующего стрима. Посмотрим, что мы можем с этим сделать на следующем стриме. Да ё-моё. Я говорю, так как всегда. Понимаете? Вот на ёлку залезть и жопу не ободрать не получится. Джон. Джон там разговаривает с кем-то? Слушай, это всё прекрасно, но чтобы вот чем-то полезным заняться, пока мы ждём. Я бы не хотела подкупать судей. Ну, такая старенькая, старый скот. О-о-о, как мне её жалко. Я бы не хотела подкупать судей, поэтому, наверное, не буду с ними никак общаться. Можно, конечно, здесь пойти порыбачить, чтобы навык прокачать. Что у него по работе? У него уже навык рыбной ловли. Ну или пусть просто пообщается. Куда он пошёл? Он пошёл танцевать, да? Нет, танцевать не надо. Если бы ты общался, то без проблем. А так иди. Отправляйся на рыбалку. Можно сделать нектар жизни через соковарку в ранче. Открывает, откладывает на пару дней возраст. Чтобы сделать нектар жизни, нужно что-то особенное. Ну, короче, не просто виноград, да? В отладке будут... Бутылку достаем. Да, можно... Ну, ладно, давайте достанем в отладке бутылку, чтобы исключительно сходить на выпускной с девушкой, а потом повзрослеем, да? Ну, как бы все пришли к консенсусу. Я надеюсь, что ты не будешь считаться за... Да ёптвою мать! Куда ты идёшь, малыш? Ты не пойди, сейчас закрою в рисовальном классе. Иди, рисуй твою-то. Давай рисуй тебе... Ходит он мне тут. Давай я тебе дам вот задание пройтись по ачивкам, чтобы ты не сбежал после рисования. Он всё пытается пойти в этот компьютерный клуб. Потому что я же сказала, что он только для подростков. И он всё пытается пойти в этот компьютерный клуб. И я такая, нет, мы будем проводить время с пользой, а не тупо сидеть за компьютером. Всё пытаясь его наставить на путь истинный, а он всё не хочет. Я думаю, что знаете что? Мне уже буквально нужно прям сворачиваться. У меня есть буквально 5 минут. Поэтому давайте мы, наверное, на этом с вами будем сворачиваться. А результаты финчерской ярмарки мы с вами узнаем уже в начале следующего стрима. У нас прям даже две финчерские ярмарки. Поэтому давайте... Давайте будем расходиться на этом моменте. Потому что иначе я боюсь опять во что-нибудь встрять. И в этот момент как раз придёт у меня муж домой. Мы с вами сидим 3.20. Стандартное наше с вами состояние. Так что я думаю, что пора расходиться. Слушайте, ну мы сегодня с вами отыграли 3 дня. 3 дня. Это значит, что у нас будет ещё 2 стрима. Либо какой-то суперогромный стрим. Ой, опять зацепил, извините. Либо какой-то суперогромный стрим. Типа на полдня. Тогда мы сможем все 6 дней отыграть. Потому что... Смотрите, смотрите, смотрите. На следующей неделе мы с вами строим в Глимеровы Руки деревню ведьминскую. Кто не в курсе? Приходим завтра, в следующий четверг. Это как раз будет Хэллоуин. 31 число. В 17.30, здесь же на том же месте, в тот же час, мы с вами строим уютную ведьминскую деревню, которая выйдет в общий доступ, как только я её дострою, соответственно. С учётом того, что я плотно села за проект, я думаю, что мы с вами прям за стрим её достроим. И она буквально в четверг или в пятницу выйдет уже в общий доступ. Так что приходите помогать мне строить следующий четверг. Это будет 31 числа. Потом у нас ноябрьские праздники. У нас третье, четвёртое выходные. Возможно? Возможно. Но не обещаю, где-нибудь там будет ещё стрим, как раз поиграем за Агату. Но это будет зависеть от того, как у меня будут планы дела и как у меня будет муж. Ну, типа, согласится ли он покинуть помещение на 4 часа. Если согласится, я вас оповещу в телеграм-канале обязательно, что будет стрим. Да? Ну, вот как-то так. Да? Ну, конечно же, он будет в записи, если что, я его потом выложу. Вот. И получается, так или иначе, 7 ноября, то есть через 2 недели в четверг, мы обязательно будем играть за Агату. Так что всё. Надеюсь, что мы в ближайшее время с Агатой закончим. Покончим. И можно будет уже переходить к всему-нибудь новому и интересному. За сим я буду с вами прощаться. Спасибо за стрим. Спасибо за стрим. Стрим чудесный. Спасибо вам, что пришли. Жене, спасибо, как всегда. Супер. Всё. Всем спасибо. Я пошла. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...